Всем привет! То видео, которое вы сейчас увидите, было записано 22 января, 22 года. Примечательно то, что мы записали как пробный вариант. Это был подкаст с зрителями, с Сергеем Габченко. В общем, приятного просмотра. Делаем поправочку на то, что этому видео чуть больше года. На самом деле, в тот период мы записали очень много подкастов. И, возможно, не все они выйдут, но некоторые из них будут выходить с подобными пометками. Всем приятного просмотра. С теплой стороны я знаю, что в Москве сейчас холодно, и вообще в России холодно. Но, ну, скоро, в общем, вернемся в холод. Но пока, чтобы канал не простаивал, вот вам видосик. Всех обнял. Приятного просмотра. Вот я, допустим, захожу на объект. Я вижу, что там беда. Входит электрик в трусах. Такой непонятный, безответственный, который может забухать там и так далее. На покрашенные потолки клеток нет. Беги отсюда. Толя, Толя, выведи этого чувака. Его сформировали дилетанты. Мы дрались на стройке. Я многие вот эти вещи прошел тогда, когда не было Инстаграма, Ютуба и так далее. Я просто пришел домой, создал себе ТикТок. Вот я, допустим, не такой. Как люди смотрят Ютуб, я так читаю книги. А что будет потом? Так, ты туда, ты туда, ты туда. А ты вот это, вот это, вот то. Я не верю в истории промасштабирования. Я верю в рост. Нужно понимать, что это все равно бизнес. Если человек считает, что ему должны, он не должен заниматься бизнесом. Я хотел пошутить на эту тему. Ну ладно. И первое, что я хочу сказать, это Сергей. У нас с ним такая, почему я тебя позвал, сейчас я тебе объясню. Потому что очень мало людей в нашей сфере, с кем можно поговорить на аудиторию без всяких зашкваров. То есть кому есть что сказать. И второе, немаловажно. У тебя огромное количество, огромный опыт в публичных выступлениях. Наверное, больше, чем у всех здесь вместе взятых. Вот, это сто процентов, как бы мы сейчас об этом поговорим обязательно. Поэтому я очень рад, что ты так быстро согласился. И это не будет вопрос-ответ, это будет разговор. Ну, конечно, у меня есть какие-то там вопросы. Я очень долго, ты знаешь, очень сложно было, что бы я хотел задать тебе за вопросы. И тут много вопросов именно моих. То есть, поэтому это же у меня, тут будет и психология, и все такое. Вот. И первый вопрос, почему так быстро согласился? Ну, ты вот просто мгновенно сказал, да, окей, все. Почему? Почему мгновенно? Ну, ты мгновенно согласился. Я на следующее утро сказал, что все подтвержу. Нет, я тебе вначале предложил, ты говоришь, да, типа, я в теме. А еще через три дня я тебе говорю, слушай, мы, наверное, в субботу соберемся. И ты такой, ну, типа, там, это было вообще легко. Слушай, я все решения принимаю быстро, достаточно. То есть, у меня как компас. То есть, да, да, нет, нет, и все. Начнем тогда издалека. Давай. Помнишь, лет шесть назад у меня было, я брал интервью на лайв-канале, который я почему-то забросил. Точнее, я глупость сделал, глупость заводить два канала. Ну, так, это просто для наших зрителей. Кстати, зрителям тоже привет. И там, и получается, после этого у меня было еще много разных попыток, много разных интервью и все такое. И почему так получается, я не знаю, как так получилось, что вот ключевой человек, это у меня ты. Ты у меня был на один день с мастером на этом интервью. Еще там некоторые моменты были, когда я первый раз там выступал и прочее, прочее. Почему-то ты был всегда рядом к нам, когда мы делали. Так вот, вопрос в чем? По поводу вообще вот всех, мы начнем с мероприятий. То есть, вот сейчас огромное количество есть, начиная там от золотых рук и прочего, и прочего. То есть, очень много что сейчас есть. Ну, я сейчас не беру всякие мосбилд и прочее, и прочее. То есть, индустрия очень сильно развивается. То есть, вот сейчас я знаю, что проходит несколько мероприятий. Здесь ребята есть, которые тоже организуют клевые мероприятия. Мы организуем. Как думаешь, ты организуешь, куда движется этот рынок? Твое, в общем, мнение. Рынок отделки. Рынок мероприятий. Или рынок организации и мероприятий. Да, это разные вещи. К отделке вернемся. Слушай, ну, однозначно будет монетизация мероприятий. Потому что, ну, ты сам знаешь, что такое создать мероприятие. То есть, огромные затраты, подготовка, опыт, который тоже, ну, за него надо заплатить. Вот. И, ну, в ближайшие лет пять, я думаю, что будут такие узкоспециализированные мероприятия. Будут какие-то форматы такого, знаешь, нетворкинга мероприятия. Вот. И потом, скорее всего, появятся какие-то клубные истории, может быть, для руководителей бизнеса. Но он останется. То есть, этот формат мероприятий останется. Бесплатные мероприятия будут переходить в формат выставок, где производители или сделают интересный формат. Вот, допустим, как КНАУФ в Эрктаге. Помнишь, Германия? Да. То есть, хороший же формат. Но там, кроме КНАУФа, никого нет. Но они хорошо вкладываются. Но он не бесплатный, условно говоря. В Германии-то он платный. В Эрктаге платный. Это мы там все бесплатно были. А так-то билет 150 евро. На два дня, на секундочку. 150 евро. По-моему, там от 50 до 150. В зависимости от того, кто ты. Если ты мастер и состоишь в клубе КНАУФ, ты за 50 евро его купишь. А так, если со стороны 150. Но там масштабное было мероприятие. Там масштабное, да. То есть, ну там даже такие организации, они поняли, что, ну, это нужно делать мероприятия платными. У нас это будет, ну, скорее всего, если... Вот у меня был опыт. Мы на нашей площадке проводили Дни Вагнера. Ну, Вагнер проводил. Мы как бы там участвовали, как люди, которые там все... Подсказывали, там рассказывали. Организационно участвовали. Они сделали его бесплатно. Очень интересное мероприятие. Похоже на такой, знаешь, мини-верктаги. Как бы вот там прям все-все-все показали. Хорошее мероприятие. Они в ужас пришли. Расходы сумасшедшие. В следующий раз я уверен, что они его будут делать, ну, бесплатно или брать, платно точнее, или брать откуда-то финансировать. То есть, хорошее мероприятие, все. То есть, вот уровень Мосбилда, он уже все никакой. То есть, нужно... Ну, что, это же все-таки бизнес. Нужно понимать, что это все равно бизнес. Да, все равно. Потому что, ну, это глупость. Да, имеется в виду, что на Мосбилде уже ходят все. Ну, для чего мы встречаемся на Мосбилде? Просто встретиться. Исключительно встретиться. Да, ну что там смотреть? То есть, формат должен, как бы, он умирает. И по мере того, как будут расти другие мероприятия, на Мосбилде будет пустить. Потом они должны будут сделать перезагрузку. Ну, вот ребята слеты организовывают. Там полторы тысячи человек, тысяча человек. Это же жестко. Да, все в шоке были. Вот сейчас был слет маляров, в котором я, допустим, примел участие. У производителей был шок. Они говорят, откуда вы столько людей взяли? Ну, да, мне то же самое сказали на Днестроителя, когда они увидели это все. Ты нам, говорит, открыл новую вселенную. Типа, что происходит? Ну, потому что люди, которые ходят на эти мероприятия, они просто на обычные мероприятия не ходят. Времени нет. Вот я не хожу, допустим. Я на Мосбилде был последний раз, когда я работал в Семине. Все. Потому что я должен был там быть. Ну, то все. Хорошо. Ну, я понял. Ну, то есть, на мой взгляд, как я это вижу, в любом случае это перерастает в платные мероприятия. Потому что бесплатный контент такой себе. Вот. Ну, на мой взгляд. Ты или должен какого-то мецената найти, который тебе платит площадку, работу твоей команды и так далее, и так далее, и так далее. Я пока таких не вижу. Ну, еще культура растет, ты же понимаешь. Еще там буквально пять лет назад, ну, типа, в смысле, там, заплатить там за мероприятие, это было просто что-то с чем. Заметь, это только в нашей индустрии. Ну, если ты возьмешь рядом индустрии, любые. Вот я сейчас всем рассказываю, что, допустим, тот же рынок малярки, для которых, допустим, там, малярка, там, отделка. Ребят, да, это все уже, там, та же автомалярка прошла 10 лет назад, переживала, сформировала тех карт и подход к бизнесу, и все, и успокоились. Работают, зарабатывают деньги. Кто не выжил, тот не выжил, все. Ну, в гаражах работают, у нас ждет то же самое. И у них нормальные свои тусовки есть тоже. Вернемся чуть к ютубу. Давай. У тебя был канал 11 тысяч подписчиков. Когда ты его создавал еще, ты был, по-моему, в канал? Нет, в Семини ты работал, да? Или нет? Или до этого было это? Смотри, у меня был личный канал. Но он не совсем личный был, который Сергей Габченко, да? Да, 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 он личный был. Ну, поэтому личный канал, от моей почты привязан, как бы, да. И я его спонтанно вообще сделал, абсолютно. Я не знал, что я даже стал блогером. Просто смотри, какая ситуация. То есть, огромное количество людей держатся за аккаунты по тысяче подписчиков. Говорят, нет, мы не будем новый создавать. Ну, там, какие-то алгоритмы выдуманные Ютуба, там, или Инстаграма не работают. И ты решил заново, прям с нуля. Мне не понравилось, просто я понял, что структура не та. Ты решил не удалять ничего. То есть, ты просто решил, сделал новый канал. Вот. И какая история, смотри. Когда-то ты топил за именно офлайн... Нет, вначале ты пошел в Ютуб. Я помню это, когда мы с тобой общались про именно создание нового канала. Я сказал, да, окей, не проблема. Но делай один. То есть, не распыляйся, потому что я уже это проходил, с лайв-каналом. Не работает, делай один. И то есть, ты выложил кучу полезного контента. Я помню, я сам смотрел и всем своим там скидывал. Говорю, вот смотрите. Потом ты сделал онлайн, оффлайн. То есть, школу маляров. А сейчас ты снова перешел в онлайн. Ну, то есть, короче, понимаешь, да? То есть, ты топил вначале за одно, потом за другое. Потом изменился, да? То есть, сейчас на твоем канале нет. То есть, ты перешел полностью вот в онлайн-образование. Ну, то есть, планируешь. У меня есть онлайн тоже. Да, но ты большую часть, я смотрю, вкладываешь сейчас именно туда. Смотри, да. И вот я хотел поговорить именно про вот это. Потому что я на грани. Я на грани. Да, что-то такое. То есть, у меня огромное количество предложений. Я понимаю, что, в принципе, почему нет. У меня есть какие-то такие, знаешь. Парадокс в том, что изначально, то есть, мой первый опыт обучения был в 2015 году. Когда я съездил братьям Кравчук в Севастополь, будучи сотрудником КНАУФ. То есть, я им просто за три дня показал, как вообще стены делать. Все. То есть, с тех пор они перепробовали много чего и, как бы, они сказали, вот твоя система самая простая, понятная, автомат калашника, все работает. И они мне сказали следующее, видео сними. Сними видео. Нужно, как бы, видео прям вот. Потому что, говорит, ты уезжаешь, мы забываем. Ну, как бы, многие вещи, которые ты расскажешь, они просто выветриваются. Я говорю, ну, окей, да. Надо. И ты решил делать. Вначале же ты себе понимаешь, как я мыслю. То есть, вначале ты сделал все в Ютубе. Потом, по сути, если так разобраться, ведь ты это перенес оффлайн для того, чтобы что? Чтобы показать, понятное дело, там, монетизировать, но чтобы люди могли потрогать. Или почему? Смотри. На самом деле, есть такая штука, называется комплекс. Для меня онлайн это было, знаешь, инфо-цыганство. Ну, откровенно инфо-цыганство. Я этого боялся. То есть, я думаю, как только я сделаю что-то такое, да, то есть, ну, все. Ну, какие уроки? Во-первых, я мало знаю. Там, я еще там кучу всего не знаю. Там, знаешь, ну, сомнения, как бы. Я отработал в КНАУФе. Я перешел в Семин. И в Семине как раз, почему, Сколу, Маляров-то создал, да, канал? Потому что я хотел создать проект, в котором поэтапно все, как в азбуке, все раскладывается. И пока я работал в Семине, вы заметили, да, то есть, я снимал на Ютуб. Потому что я это делал в выходные, в свободное от работы время, как бы. И у меня был, ну, некий, скажем так, ресурс, стабильность, да, что я мог снимать. Плюс, там, от шефа было, там, добро, да, и мы, собственно говоря, об этом договорились, что я, перейдя туда, могу это делать. Причем, самое забавное, работая в Семине, я самое подробное снял базу, которая касается, в основном, КНАУФа. До Семина я не успел доехать. Ну, как бы. Ну, да. Да. Потом, когда... И у тебя внутренний, у тебя же был внутренний перелом, правильно? Да. Вот. И когда я все это начал, ну, когда ты что-то излагаешь, ты эту структуруешь. Я имею в виду, ты был в рамках бренда. Да, в рамках бренда. Но при этом я очень жестко отставил, ну, независимость. То есть, у меня там вообще прямо... Просто ты помнишь вообще, когда это было, Шаман в EPS, да, вот я так... Это к этим всеми мероприятиям, кстати, потому что, ну, именно тогда... Когда мы с тобой поговорили, я у тебя первый вопрос спросил. То есть, для меня-то ты кто был? То есть, ты был чувак в майке КНАУФ, который там, ну, грубо говоря, представитель КНАУФ. Ну, и как бы, ну, я как бы, знаешь, ты же понимаешь, как монтажники относятся к демонстраторам всегда. Ну, вот так, типа там, ну, типа, вот. Ты сегодня здесь, завтра там, что ты знаешь вообще про, блин, про поле, скажем так. Я сам таким был до прихода в КНАУФ. И тут, да, и тут я, короче, вижу чувака, который мне такие вещи, как бы, я понимаю, что он изнутри. То есть, ну, свой, понимаешь, как это? Свой-свой, знаешь, короче. И получается, что в один момент, то есть, а потом я смотрю, ты перешел в Семин, туда-туда-туда, и я вижу, что у тебя внутренние вот эти. Я тебе тогда еще сказал, а почему ты сам на себя не работаешь? Ну, то есть, почему еще, когда в КНАУФе ты был фиг знает когда-то. Я говорю, ты бизнесмен, в душе я вижу-вижу. Смотри, так вот, когда я поработал в Семине, да, то есть, я же что хотел создать? Малярную школу. То есть, вот я пришел в Семин с четкой, ну, как бы, с четкой постановкой, что вот есть у КНАУФа система по гипско-картону, есть по штукатурке. Давайте создадим то же самое в малярке. Ну, как бы, это интересно. Вот просто система подготовки поверхности под любое, там, финишное покрытие. Ок-ок, но потом это все просто, ну, оно легло, оно заглохло. Но я понимаю прекрасно, как бы, руководителя Семина, да, Михаила Ивановича, потому что это колоссальные ресурсы. И когда я понял, что я там этого не сделаю, то есть, мне, ну, вот этого желания, да, реализации, то есть, мое желание нереализуемо, я просто ушел и все. И я решил, что нужно делать это все самому. А насколько ты думаешь, что возможно создать такие техкарты, чтобы они действительно были, вот, чтобы они действительно работали, потому что переменных столько много, что просто, ну, вот мы сейчас создаем техкарты для себя. И, как бы, мы там уперлись в много моментов, когда, в принципе, все равно должна быть должностная инструкция этих карт, это разные документы. Должно быть образование. Вот у меня один день из трех на интенсиве. Я рассказываю о приемке оснований, потому что, ну, как бы, большинство проблем в малярке – это неправильно оцененные основания. И я рассказываю, люди сидят, ну, как бы, там, дремляют. Но это не только в малярке. Да, везде, везде одно и то же, то есть, да, потому что мы работаем с дилетантами. Зачастую, то есть, мы приходим на объекты, которые передо мной кто-то там поработал. То есть, у меня сейчас даже объект очень интересный. У меня много контента с него. Сейчас я тебе расскажу. Там просто трэш, понимаешь? И я, как бы, улыбаюсь. И люди, как бы, там, в профессии 24 года мне рассказывают. 24 года. Я говорю, у меня вообще это приговор, как бы. То есть, 20 лет, я начинаю очень внимательно смотреть на человека. Если он говорит, 20 лет профессии, я говорю, окей. И он мне автоматом попадает в красный список. Тревожный такой, знаешь? Потому что, где он 20 лет назад учился вообще? То есть, он неправильно наработал какие-то алгоритмы, и он их просто хромает и висет через свою жизнь. Зачастую это так. Редко кто вот прям оставляется, ну, остается человеком, который развивается, там, работает над своими ошибками, еще что-то. Большинство, они просто как паровозик, облачко. Из пункта А в пункт Б. 24 года. И ты приходишь на этот объект, смотришь и думаешь, откуда они такие объекты берут? Я был, вот, про покраску, кстати, такая тема. Три дня назад мне пишет знакомая, скажем так, знакомая, мои бывшие клиенты. Мне нужно покрасить, типа, там, дом 400, 500 квадратов на Миллениум парк. Здесь недалеко, суперэлитный поселок, все такое, заезжаешь, там, злой въезд для строителей, все такое, там, дома просто с ума сойти. Я думаю, многие знают. Вот, и я захожу, то есть, со двора я понял, что что-то не так. Ну, то есть, что-то не так, что-то с фасадом не то. Когда я зашел внутрь, я просто, я, там, в смысле, вот, ну, где-то не дошит еще картон, все клопы торчат, мрамор лежит, и водорозетки, все в мраморе утоплены туда, на пропилен. В покрашенные потолки стоит чувак, и на покрашенные потолки клеят лепнины, прикинь. То есть, и при этом стоит кухня собранная, вся, короче, не зашитая, не до собранной без столешки, вся уже в точку от предыдущих маляров. То есть, я просто фонарем свечу, я вот каждый угол захожу, каждый угол везде треснут, один слой картона, я молчу, что там внутри, я заглянул, я офигел. То есть, и на картоне по 30 сантиметров вот такие, короче, в диаметре дыры, типа, там будут колонки, один слой, и там, знаешь, такая ХДФ-ка такая, вот, просто, ну, вот, прям вот ХДФ, вот, просто какая-то фигня. Приложено, типа, вот в это прикрутить. То есть, представляешь, что будет с потолком, когда, и там весь такой дом, супер премиалка, все в мраморе, все в этом самом. Я говорю, а где вы живете? То есть, ну, грубо говоря, ну, мы за границей, как бы, я говорю, а здесь есть у вас управляющие? Не, мы уже наелись управляющих, это к следующему, да, мои вопросы. Мы наелись уже управляющих, нам прорабы не нужны, у нас было 8 прорабов. Я начинаю людей узнавать, кто у них был прораб. А у них был, знаешь, как прораб малярки, прораб там по картону, прораб по электрике, прораб по сантехнике, мраморщиков, свой прораб. И, короче, они просто нанимали какой-то этап, приходил, и он делал свое. И, знаешь, этот дом сравним с, вот представляешь себе, если мы переведем на человека, когда ты заболел раком, у тебя еще при этом сифилис, гонорея, еще что-нибудь, короче. Вариант такой, что как бы нужно бросаться вот либо с, у тебя два варианта, по сути, или с моста бросаться, заниматься каким-то самолечением, или обратиться к какому-нибудь хирургу, там, врачу, который у тебя за вот такие большие деньги. Ну, жить будешь, но ты не будешь полноценным. Вот это такое же вот в этом доме. То есть, в принципе, если очень много потратить, ровно столько же, сколько стоит этот дом, то, в принципе, он жить будет, но в этот дом никогда не заедут. Вот, и они говорят, а нам нужно, а запрос был, знаешь, какой, нам нужно просто уже закончить, надоел этот ремонт. С 16-го года они делают ремонт, представь, в 500 квадратах. И говорят, ну, просто покрасить нам нужно, нам уже осталось просто покрасить, и все, а там ходит электрик в трусах. И, короче, там вот просто вот, ну, вот все вот так, сантехника уже вся течет, а куда-то невозможно установить ни краны, ничего. В дом потрачено, ну, так, по моим прикидкам, там, ну, 100 плюс, наверное. И все, в нем жить не будут. Представь, да, ситуацию. Там вот ребята, которые по 20 лет делали. И вот это же бич нашего рынка. Какие техкарты могут спасти таких? Вот, виноват кто клиент? Ведь это не прорак виноват. Это не какой-то там эфемерный. Кто виноват в такой ситуации? Только клиент. Он не умеет разбираться в людях. Я так ему сказал. Я говорю, вы не умеете разбираться в людях. Кто у вас работал до этого? Ну, то есть, любой адекватный человек, который попадает на такой объект, он останавливает объект. Ну, там, в смысле, надо останавливать. А там уже останавливать нечего. Там, в смысле, ну, на покрашенные потолки клеят репнины. Что там уже можно сказать? У нас просто рынок, его сформировали дилетанты. Огромное количество дилетантов, которые просто пришли хаотично в этот рынок. Ну, как бы, от безденежья. Ну, вот такие, как я. Я же такой, что ты сейчас говоришь про меня. Ну, подожди, 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 я просто мысль закончу. Идея в чем, что эти дилетанты, они сформировали массовое лицо вот этого, да, строителя. Ну, вот это тут. В трениках там такой непонятный, безответственный, который может забухать там и так далее. Ну, это так. То есть, это мы с тобой от этого отвыкли, что нас тут по-другому воспринимают. А большинство поделочников воспринимают именно так, что это какие-то люди второго сорта, которые не имеют образования, которые не умеют вообще даже, в принципе, отставить свою позицию, даже объяснить, что они делают и собираются. Понимаешь? Соответственно, как бы, людей для отделки профессионалов нет. Соответственно, к этому всему относятся все вот так. Ну, как бы, а как по-другому бывает? Вот я сейчас работаю на премиальных объектах, премиальных, они на нас смотрят, говорят, вы кто? Ну, как бы, вы кто вообще такие? Я говорю, ну, как бы, вот. Они заходят в Инстаграм, говорят, ну, как бы, охренеть. А что, так можно было? Я говорю, да. Они мне что-то начинают рассказывать, а я стою, улыбаюсь, как бы, я понимаю, что это уже, ну, как бы, не лечится. Это уже все, это надо, оно должно умереть, ну, своей смертью, знаешь, просто все. А потом, ну, как бы, новое поколение, оно просто придет. Поэтому у нас еще ждет, там, 10-15 лет. А что будет потом? То есть, вот, смотри, вот, смотри, вот, сейчас пришли к узкой специализации, мало стало. Нет, нет, простой. Узкая специализация – это просто направление. Это люди, которые разбираются в своей теме, они по кайфу. То есть, есть люди, понимаешь, у каждого есть свои, как бы, какие-то предпочтения, люди разные. Есть, условно говоря, мастера с большой буквы. То есть, они через разные этапы, через, там, ремесло, да, ремесли, и потом остается мастером с большой буквы, там, творцом, я не знаю, да. Ему, этому человеку, ничего не надо. Он не хочет разговаривать с заказчиком, он не хочет впрягаться в управление, там, еще что-то, правильно? Есть такие люди? Им комфортно работать по чьим-то руководствам и заниматься по кайфу своей работы, получать за достойную оплату, при условии, что им создают нормальные рабочие условия. Есть такое? Есть. Есть те, кто про деньги. И это не в смысле барыги, это в смысле люди, которые, они просто спрашивают, бабки где? Все хорошо, все классно, говорим классно, делаем классно. А вообще, за что работаем? Без таких людей тоже нельзя. Вот я, допустим, не такой. Ну, в моем окружении есть люди, которые задают четкий, понятный вопрос. Просто денег сколько? Есть деньги? Нет денег? Все, уходим. Понимаешь? Как нет денег? Коммерсанты. Ну, я имею в виду, понимаешь? Есть люди, которые управляют. Без них любой объект просто загнется. То есть они приходят, они просто, знаешь, как магнит, они начинают вокруг себя эти опилки структурировать автоматически. Это не в смысле те, кто там кулаком по столу стучит, там ходит, сверяет, там все с тех регламентами. Это люди, которые приходят и говорят, так, ты туда, ты туда, ты туда, ты что стоишь? Бегом. И они вдохновляют людей. Обращаю внимание, есть такие люди, вокруг них все начинает двигаться сразу. Он может разбираться во многих вещах. Понимаешь, мы привыкли к тому, что, допустим, мастер себя в многом считает одиночкой, которой он все победит. Да не победит он ни хрена. Так вот, в итоге, как выглядит механизм? Это живой организм, где есть люди, которые делают четко свою работу. Есть человек, который ведет переговоры с заказчиком, структурирует работы, отстаивает правильность выполнения работы. То есть мы приходим, секундочку, ты мне сейчас говоришь, что хорошо, представим себе людей, которые хотят заниматься только маляркой или штукатуркой. Вот здесь такие присутствуют, я их знаю. Но получается, что приходя к клиенту, мы же все, ну деньги… Они должны приходить к тому, кто может организовать процесс. А к ним приходит клиент, и они говорят, что они должны сказать? Идите к этому парню. Они же не пойдут, так не работает, Серый. К сожалению, так не работает. Подожди, разговор был, к чему придет. К чему придет, да. Придет к тому, что будут все-таки большие компании. Ну, большие, условно. Большие, маленькие, неважно. Я не знаю ни одной большой, серьезной большой компании. Пик, что делает? Делают они ремонт? Делают, какой они делают ремонт и кому? Они в своей нише суперкрутые, уважаю вообще. Но бабки в строительстве, не в ремонте, не в отделке уж точно. И получается, что нормальной компанией, которая ведет, допустим, вот я себе ставлю 50 объектов одновременно, прочти, что эфемерная цель. Потому что всех, кого я знаю, кто типа говорит, что он делает 50 объектов, это либо ребята, которые занимаются просто маркетингом и под свой бренд приводят мастеров, как правило, универсалов. Перепродают объекты. Даже не перепродают, но вроде как. Ну да, таких тоже. И получается, что? Что в любом случае все приходит к тому, что нужно структурировать компанию. Ну, если ты хочешь развиваться в этом направлении. Потому что ты не сможешь даже, занимаясь только маляркой, ну, по сути, охватить. Ты приходишь, а там всегда то, что нельзя дальше делать. И ты должен как, идти с собой на компромисс, получается? Нет. А как? Ты не зайдешь на объект, который точно умрет, но, короче, тебе нужно покрасить. Ну, допустим, если, вот я сейчас вижу, да, допустим. А тебе деньги нужны, представь, да, ситуация. Успешных маляров, вот я, допустим, кого знаю. Это, как правило, люди, которые умеют организовать процесс. То есть они приходят, и они просто берут... Своей специализации. А до этого была там электрика, которая везде выводы неправильно, там, и вообще картон там такой, что вот 100% будет все трещать. Слушай, ну, вот, вот я, допустим, захожу на объект. Я вижу, что там беда. Я маляр. В скольких процентах случаев? Слушай, ну, в моем случае, как бы, ну, наверное... Если ты начинаешь, то в 100% случаев, если ты уже понимаешь чуть-чуть что-то в этом, ты уже работаешь с определенными людьми после кого-то. Да, смотри. То есть у меня просто история какая, что я прихожу, я смотрю, допустим, на объект, да, я понимаю, я в многих вещах разбираюсь, помимо малярки, потому что ты по-другому просто не сдашь объект. Насмотренность – это очень важно. Да, я просто понимаю, да, то есть у меня сразу есть чек-лист, где я просто прохожу и говорю, вот это сделали, допустим. Они говорят, а что ты про это спрашиваешь? Допустим, прозвонили электрику, маляр, спрашиваю. Они говорят, а что ты про это спрашиваешь? Я говорю, очень простой вопрос. Ответь просто и все. Говорит, нет, потом сделаем. Я говорю, делай сейчас. Пошел дальше. Слаботочку прозвонили, все, проверили. То есть у тебя есть чек-лист по работе с... Прием к основанию. Прием к основанию. В нем есть это все прописано. Ну как ты? Ты по-другому просто ничего не сделаешь. То есть ты просто ничего не сделаешь. Ну мне сложно, я просто работаю только от начала до конца. Иначе просто твоя работа вся. Вот я захожу, допустим, у меня есть требования. У нас просто у Олежников есть такая позиция. А я прихожу, я рассказываю людям, как сделать их работу. Но по верхам. То есть я просто говорю. Вот, допустим, провод болтается. Где он должен быть? Открываем проект. Сколько точек выведено, допустим, электрически? 17. Я в помещении вижу 13. Где еще 2? Все. Вопрос вешаю, как бы, пошел дальше. То есть это прием к объекту. Понимаешь? То же самое с гипсокартоном. Я маляр, но я разбираюсь в гипсокартоне, как он должен быть собран. Я, соответственно, просто говорю. Ребят, пока я тут, ну, как бы, стыки не задел, перекручивайте нахрен. И все. И я им объясняю, почему. И так далее, и так далее, и так далее. Все, что касается меня, то есть я понимаю, что если я сейчас все сделаю, потом это будет очень больно. Соответственно, я в это лезу. В этом случае я успешен. Но ты понимаешь, да, что я уже начинаю функции выполнять технодзора, прораба и так далее. Конечно. Я всегда говорю, нужно делать больше, чем тебе платят. Да, и у меня есть партнер, который просто умеет посылать всех нахрен. И может просто, ну, как бы, жестко. Кстати, ты сам напомнил, у меня есть тема, я хотел ее дальше создать. Но раз уже пошло, я понял твою позицию. Но, наверное, единственное правильное, если ты работаешь в руке специализации, по-другому вообще никак. Не получится. Иначе ты не заработаешь просто. Если ты еще вначале работаешь, хоть как-то что-то можно. Вот. По поводу, ты говоришь, у меня есть партнеры. По поводу партнерства. То есть, вот я для себя решил так. В любом бизнесе, я занимаюсь несколькими направлениями, я в любом случае иду через партнерство. Даже там, где я могу сам, и экономически для меня это выгоднее, я в любом случае решаю работать с партнерами. То есть, именно что для тебя партнерство и что такое твой партнер. То есть, вы 50 на 50 работаете или как у вас. Ну, то есть, что такое партнерство. Просто люди много путают. Это наши партнеры. Есть такие очень много компаний, которые говорят, это наши партнеры. А по сути, дайте 20%, а там делайте, что хотите. Это не партнеры. Партнеры – это человек, которому, как я говорю, можно повернуться спиной. То есть, вот ты просто можешь отдать какую-то часть работы, он берет на себя, а ты забываешь про этот фронт работы. То есть, он закрывает какой-то определенный фронт работы. У меня был большой опыт взаимодействия с людьми. То есть, я, в принципе, очень склонен к партнерству. Всегда ищу человека, который может перекрыть сектора мои слабые. То есть, парадокс в том, что, не то, что парадокс. То есть, у нас, как я всегда говорю, у каждого человека есть спина. Это то, что ты не видишь, ты не контролируешь абсолютно. У любого процесса есть спина. Тебе нужен человек, который перекроет твои слабые стороны. И этот человек должен разделять твои ценности. Этот человек должен понимать свою часть работы. Он должен понимать твою часть работы. То есть, твои сильные стороны. Взаимоуважение сильных сторон. И при этом признание своих слабых сторон. Если ты это понимаешь, идеальная партнерство. Допустим, я сильный стратег, я вижу вперед далеко, вблизи, как дальнобойное орудие, понимаешь, очень многие аналогии мне нравятся из военной сферы, дальнобойное орудие вблизи бессильно, то есть нужно пехота, танки, которые будут его защищать, но оно долбит туда куда-то за горизонт по координатам, правильно? Вот я такой, вблизи, нет, вот тактически что-то здесь и сейчас решить я не могу, то есть мне надо перефокусироваться, понимаешь, куча усилий, у меня есть человек тактика, просто мой партнер. А вот эта модель, вот смотри, расскажи чуть-чуть про себя, да, я перенял модель, вот здесь такой там Андрей Немец, да, я его увидел, я уже был на грани уйти со стройки, то есть, ну, прям жопанер. Я увидел его модель, да, у него модель была такая, покупаешь много инструмента, берешь кучу подсобников, говоришь им, что делать, и для них этот инструмент просто космос, отчасти мне до сих пор такая модель, вот, просто я ее перестроил, да, скажем так, вот, покупаешь много инструмента, и они у тебя работают, и ты просто 50% берешь себе, 50 отдаешь им, ну, типа, не работаешь, и все, и вот ты сам, то есть все стратегические решения, все эти самые, ты принимаешь сам, то есть это вот такая, то есть сейчас... Смотри, чем ты занимаешься, понимаешь, если ты занимаешься только вот такими-то понятными процессами... Адекватно зарабатывание денег, я сейчас не говорю про счастье и всего остального, вот просто... Подожди, смотри, то есть, во-первых, масштаб, что ты собираешься сделать? Ни одна компания в мире, большая, если мы возьмем, не была построена в одиночку. Да, просто вопрос, понимаешь, если, грубо говоря, ты собираешься открыть продуктовый магазин, ты справишься сам. Если ты собираешься открыть сетевые, да, сетевые, то есть тебе нужна команда. То же самое, то есть если ты понимаешь, допустим, как я понимаю, что у меня есть несколько направлений в голове, да, которые я все время там как бы, ну, туда силы вкидываю какие-то, да, прорабатываю и прочее, введя куржу, он не вчера появился. То есть это проработка нескольких лет, понимаешь, то есть нужно было время на это уделять. То есть мне это время, по сути, подарил человек, который со мной работает. Вот и все. То есть модель на какие-то, ну, смотри, как ты… Ну, это 50 на 50, в зависимости от того, понимаешь, тут уже… То есть что на что вы поменяли? Ну, то есть ты поменял деньги на свободу, а он поменял деньги на будущее развитие, так? В том числе, да, конечно. Плюс комфорт. То есть когда встречаются два правильных человека, которые друг другу подходят, они дают комфорт друг другу, защиту. То есть ты понимаешь, что у тебя спина перекрыта, понимаешь? Все, ты чувствуешь себя спокойно. У нас собрание в субботу там происходит иногда, ну, в моей команде. И иногда мы просто, мы вообще максимально, как это называется, прокрастинирующая компания, если можно так назвать. Мы максимально… То есть так получилось, что я рядом с собой собрал таких же, как я. Нам очень сильно не хватает вот именно таких жестких управленцев, именно вот… Да, потому что, короче, мы все, ну, знаешь, однотипные, то есть все мастера, короче, там. Управленцев нет, короче. Не управленцев, не таких, то есть, ну, грубо говоря. И бывает так, что я просто с удовольствием нахожусь на этих собраниях просто провести время, знаешь. То есть, ну, по сути, ты в это инвестируешь, понимаешь? Ну, то есть ты мог бы от половины людей отказаться, мог бы, там, ну, грубо говоря. Ну, зачем? Потому что есть люди, вот у меня, допустим, которые мне жестко говорят, Рубин, а ты вот это, вот это вот то, короче. И он может из себя выдавить, а кто-то не может, понимаешь? И я благодарен тем людям, и кто может, и кто не может, потому что это как баланс. Кто-то меня надраконил, короче, я злой, знаешь, там, вплоть до всего… В этом, знаешь, мне там кто-нибудь подойдет, обнимет, ты, да все нормально, короче. И вот в этом сила, понимаешь? Ну, на мой взгляд. Потому что, ну, кризис у всех случается супер жестко. То есть ты все-таки за команду, то есть именно за… То есть невозможно, я про то, как зарабатывать деньги, понимаешь? А если ты хочешь чуть-чуть больше, а чуть-чуть больше – это сколько? Вот сколько может мастер один зарабатывать, если он просто мастер? Ну, типа потолок даже у нас здесь, если он там, типа, как многие считают, работает там в премиум, хотя ничем это не отличается. Ну, 200-250. Есть средняя цифра. То есть мне, когда рассказывают про 500 в месяц, я говорю, хорошо, следующие три месяца как было? А прошлые? То есть я просто знаю многих людей, да, просто, и у меня есть такое качество, я умею ждать. Просто ждать. Следить за Инстаграмом человека. Смотреть, сколько месяцев он с одного и того же объекта делает фотки, пост. Многие же того не понимают, как бы, да, то есть не следят. Инстаграм – это такая вспышка. Многие не понимают, что человек находится на объекте 8 месяцев. У него там оборудование на миллион. И он маляр. То есть, ну… Дели просто и все. Ну, есть, ребята, да. Да, да. И то есть эти вещи, как бы, я их просто срисовываю. Я за одним аккаунтом слежу. И знаешь, там, короче, постоянно вычеркнули такие фотки. Очень крутая инженерка с виду. Опять же, эстетически. Но, короче, один и тот же объект очень долго. В смысле, очень долго. Когда я узнал, что этот объект 60 квадратов, его делают год. Типа, это уже не про бизнес. Это про ремес, это даже не про… Это про эго. Я многие вот эти вещи прошел тогда, когда не было Инстаграма, Ютуба и так далее. То есть, это был вот как раз период с 8-го года примерно по 11-12. У меня был в Питере объект. Большой, тяжелый объект такой, там, ну, грубо говоря, 380 метров по поводу. Я хотел дать тебе вопрос по поводу, ты же пропадал. У меня там, ну, меня как бы не было. У меня был тяжелый объект большой. Я его вылезал полностью. То есть, когда люди рассказывают, там, про какие-то вещи, там, туда-сюда, какие-то достижения. Я говорю, ребят, все мои достижения, большинство достижений крутых, они там, где или нельзя снимать, вот, или телефонов тогда не было, как бы, да, там, достойным разрешением, как бы, а камеру брать, там, я, ну, профессиональный, там, смысла не было. Так вот, я его вылезал весь. У меня пришел туда человек, хороший мой такой знакомый впоследствии, как бы, ну, такой старше меня много, бывший военный. И он так ходил, смотрел, 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 смотрел. Он говорит, Сережа, ты знаешь, говорит, в восточных некоторых культурах описывается ад для перфекционистов. Я говорю, в смысле? Он говорит, ты херней занимаешься. Я говорю, в смысле? Он говорит, вот, что ты сейчас делаешь? Я говорю, я вылизываю объект, как бы, вот я там, все круто. Вот он говорит, ты стоишь вот так вот, да, вот так вот, на карниз смотришь, и ты вылизываешь вот именно с этого ракурса. Какая твоя производительность? А ты не понимал тогда, ты же сделал просто... Ты понимаешь, ты не то, что не понимаешь, ты все понимаешь, ты же не дебил, как бы, да? Нет, нет, я на него не злился, это очень авторитетный для меня человек. И он говорит, ты фильм «Такси» видел? Я говорю, да. Он говорит, классный фильм. Я говорю, ну, так, прикольно. Он говорит, фильм «Отстой». Я говорю, почему? Он, говорит, несет опасную философию. Я говорю, в чем опасность философии? Он говорит, если ты гонщик, иди на трек. Если у тебя талант гонщика, иди на трек. Какого черта ты делаешь такси? Такси тебе выше ставки таксистов все равно никто не заплатит. Даже если ты там вложишься в тачку, ты будешь гонять круто, да? Ты будешь только всех раздражать, в том числе полицию. Иди на трек. Он такой, на меня посмотрел, говорит, если ты так педантично ко всему относишься, иди в ювелирку, там это оценят. Иди туда, где эти качества будут применимы, и тебе их оценят. Просто это оценится. Здесь это не оценится. Ты понимаешь это? И у меня просто, знаешь, ну, это не то, чтобы перелом был. То есть я просто слез со стремянки, я вышел с объекта с ним, я три дня туда не возвращался. Потому что, ну, у меня просто все сломалось, вот так вот легло. И я понял, что, ну, хорош, ну, как бы перебор. Потому что дело даже не в том, мне заплатили хорошо. Я все сделал, все идеально, все круто. Не то это, что можно оценить, понимаешь, сдать музей, там. Это не перейдет внукам, это не поставят в Эрмитаж, понимаешь. Это просто стены. Я всегда говорю, это на, ну, знаешь, вот есть ошибки, которые, ну, допустим, та же самая малярка, да, пятно на стенке, это, ну, это обычная эксплуатация помещения. То есть во время эксплуатации помещения стопудово это будет. Хотите, давайте сейчас будем перекрашивать. И все. Вот это, то, то, то работа. Ну, как бы, да, но это произойдет с вами через два часа. То есть, ну, грубо говоря, это вот эксплуатационные нагрузки, которые, ну, грубо говоря. К этому относитесь к просто. Или там паркет, да, например, там где-то черканули паркет. Вот все, будем менять эту паркетину, там, да, ну, как бы, можно это сделать. Но тут, 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 тут вторая часть. И вот именно про то, что ты говорил, вот у меня брат сломал две ноги, я Макасина смотрелся, понимаешь. Этого же, по-моему, режиссера, если я не ошибаюсь. Ну, во всяком случае, французский фильм. И мы же это, ну, не то чтобы, я, допустим, это не породил точно. Я много снимал видео, много делал, но у меня нет видео, где, короче, там, ну, вот, супер, люди сами додумывают. И тут начинается это. Многие такие, как ты, в том числе и я, мы же породили это. Ну, то есть, как бы, тебя смотрят и думают, что, значит, у тебя на объектах вот такая стена, там, суперидеальная и так далее, понимаешь. И вот я говорил уже, что как только я чуть-чуть немножко встану на ноги, вот мы сейчас делаем эту компанию, я очень много потрачу сил на то, чтобы аудитории показать, что малярка не должна быть идеальной. Потому что я, мы не умеем продавать малярку. Это просто, я не хочу про малярку. У нас в 18-м году-то был разговор, что ты не умеешь продавать малярку. Так это ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Смотри, фишка не в этом, понимаешь. Многие говорят, ты, типа, ну, породил качество, у тебя, ты противоречишь сам себе. Породил, не породил качество, там, угробишь. Ребята, надо относиться здраво ко всему. Просто здраво. То есть, если эта стена в гардеробке, закрываемая мебелью, нахрена там К4? Я ввел на объекты, где люди вылизывают стены в зеркало. Везде. Абсолютно везде. Почему мне нравится? Ты начинаешь делать. Вот именно. Нужно остановиться, нужно понять, что ты должен выдать определенное качество здесь и сейчас. И объяснить это заказчику. Это как кофра укладывать, бесполезное занятие. Я за то, чтобы правильно общаться с людьми, правильно ставить задачу, правильно получать ТЗ от заказчика. Я могу сделать любую стену. Идеально. Я за нее возьму денег. И у меня сейчас, допустим, есть объект. Я говорю, вот эта, вот эта, вот эта стена под светом, да. Я беру свет, я смотрю, какой будет свет боковой и так далее. Я говорю, здесь должно быть идеальное качество. Вы здесь заплатите за подготовку 3,5 рубля, косарь за покраску. У меня цены выросли, помнишь, в прошлом разговоре? Вот. Всего две стены рубим. То есть, подожди, стоп. То есть, секундочку. Сейчас берем на вооружение, моя команда. Делаем два прайса, получается. То есть, в прайсе делаем пометку. Видовые стены и обычные. Где боковой свет скользящий? Да. Где на стенах? Что, мы клиенту говорим, вот эта стена будет стоить тебе, там, вот столько? Три тысячи рублей, а вот эта будет стоить две. И у тебя, поверь, ты увидишь, у тебя будет этими человек, этими стенами заниматься очень долго, этими двумя стенами. Пока основная команда бьет объем. Слушай, а это крутой инструмент для продажи. Блин, для этого 1К4 созданно. Ну, вы что меня не слышите, что ли? Не, не, это просто крутое. Я не думал, как продавать. У тебя средний прайс, он стоит ниже. И того, с мета, она у тебя ниже клетка. Ты тоже понимает, он смотрит, короче, и ты ему говоришь, хочешь, везде вот так. Ну, будет вот так, да, то есть, как бы. И в туалете тоже, за унитазом тоже будет. Вот ты заглянешь туда. И зато тогда он тебе не будет мозги парить там, где будешь сидеть. Они же ходят и парят. Проще в квартире сделать три стенки идеальные, все остальное быстрее и, короче, бах. Слушай, это супер, это нужно уметь продавать, это нужно действительно. Ну, так для этого эти все стандарты качества и сделаны, понимаешь? Супер, супер. Нахрена в коридоре К4? Да ты просто прайс, ты когда подаешь смету, у тебя в смете реально так написано, что за вот эти сметы за стену так, за эти так. Да, да, я обязательно прошу всегда. Я первый раз вообще слышу такое. Ну, все. Все бывает первый раз. Все нормально. Не сильно скучно, ребят, все нормально. Все отлично. Вопросы записывайте, помним, да, что мы будем еще отвечать на них. Смена локации, смена города. То есть ты, я знаю, что из Краснодара. Когда мы с тобой первый раз встречались, я тебе говорил по Москву. Хотя я тогда еще даже не собирался. То есть я говорил, что единственный город, куда я поеду, это будет Москва. Сейчас ты в Москве. А тогда ты говорил нет. Я хотел не жену города. Да, я помню. Ну, мне нравится этот город, да. Но Москва, понимаешь, она объективна. Ну, то есть то, что я делаю, в другом городе не сделаешь. То есть мы сейчас про сегмент говорим. Для регионов некоторые модели, которые идеально работают в Москве, не пойдут вообще там, он умрет с голоду. Ну, какие-то вещи, да. Ну, объективно. Какие-то вещи, да. И в том числе малярка. Какие-то вещи, да. Хотя я знаю ребят с периферии, которые там нормальные. Я знаю людей с периферии, я всем рассказываю. Допустим, я людей учу работать фугином. Ты видел, как я работаю фугином? Я видел. Многие люди, которых я учил, когда я работал на юге, они мне пожали руку, сказали спасибо, и они готовят стены под обои. И они зарабатывают больше, чем маляры в Москве. Ты понимаешь, да? Ты помнишь, что качество, ты понимаешь, что можно сделать с белым фугином на юге. Люди не лезут в премиум-сегмент, они просто бомбят под обойки в тех домах. Ну, ты помнишь, Ростов, Краснодар, механизированная штукатурка везде. Люди покупают квартиры, предчастовая отделка. То есть им надо быстренько пошпаклевать и типа обойки поклеить и разбежать. Ты посмотри, сколько таких квартир сейчас в Москве. Люди просто, они с этим подходом, они просто идут, получают этот инструмент, идут и зарабатывают. Больше, чем здесь ребята, которые вылезут в премиум-сегменте объекты до зеркального блеска. И все. Все можно, просто надо понимать, где ты находишься. Знаешь, у меня есть друг хороший, в Питере живет. Мы с ним переехали из Дальнего Востока. Он сказал, говорит, если я когда-нибудь... Он очень крутой ремесленник, очень крутой. То есть, чтобы ты понимал, да, он в свое время выиграл там краевой конкурс по... Ну, краснодеревщик, короче, по резьбе по дереву и прочее. Он в 15 лет выиграл краевой конкурс. То есть у человека, ну, как бы с ремеслом, с качеством все хорошо. Вот прям все хорошо. И он мне сказал, говорит, если я когда-нибудь окажусь в деревне, ну, просто захочу жить там, работать, да. Я, говорит, не буду заниматься этим всем. Кому это там надо? Я пойду заборы делать и крыльцо. То есть нужно хорошо понимать целевую аудиторию, да, где ты находишься. Где-то оказалось, что им нужно. Вот и все. То есть тот, кто умеет меняться, как всегда, это вовсе хорошо. То есть надо понять, в чем ты здесь можешь помочь людям. Заборы делать, то есть им сейчас потребность заборы, допустим, делать. Я, говорит, буду делать заборы так же хорошо, как я там где-то, там, резал по дереву, создавал какие-нибудь скульптурные композиции из гипса, еще что-то, понимаешь? Говорит, у меня понятие качества, оно есть, но оно не привязано к изделию, формату того, чем я занимаюсь. Я буду делать все качественно. Трубы укладывать, колодцы рыть, там, я не знаю, там, крыши ремонтировать и так далее. Вот это подход, я называю, качество. Смотри, знаешь, какая штука? Вот по поводу вообще счастья и, как бы это сказать, вот есть разные ценности для человека, да, и когда его ценности совпадают с его возможностями. То есть, вот, допустим, я когда-то, когда покупал, вот я живу, по сути, вот, в удовольствие, да. Когда-то я покупал себе 12-ю, и я, правда, клянусь, думал, что это лучшая машина на свете. Я так думал, то есть, я не знал марок Мерседесов там, я не знал, какие они модели бывают. Вот в моей картине мира это было так. Потом там было с компьютером, еще, еще, еще с чем-то. И, то есть, когда ты имеешь возможность, и ты как раз в этих ценностях, вот, скажи мне, что такое счастье? Для тебя, конкретно для тебя. Слушай, а для меня это достигать того, что я хочу. Но это не связано с какими-то материальными вещами. Я вот сейчас хотел только уточнить, да, то есть, это мы не только про материальные штуки говорим. То есть, я вот, допустим, ну, я знаю, что, по-моему, у тебя есть дети там и так далее. Да, сейчас здесь, в Москве. Да, семью перевез, да. То есть, мы два года жили, как бы я на два города жил. Все, я перевез семью этим летом. Смотри, есть личная жизнь, да? То есть, она дает себе счастье. Подожди, если у тебя будет все идеально на работе, но плохо дома, ты счастлив будешь? Нет, вот я говорю, есть баланс. То есть, да, есть личная жизнь, сектор, где все должно быть хорошо, идеально. Да, в идеале идеально. Есть работа. Есть вещи, то я их называю, социализация. Что ты делаешь для общества? Потому что, ну, какие-то вещи, да, вот мы игнорируем, как бы, порой. Я недавно об этом, на самом деле, начал очень крепко задуматься, потому что я, ну, по природе свои интроверты, я не люблю с людьми общаться. Я заметил. Ну, как бы. Всем смешно, это так, да? Вы знаете, для чего YouTube канал сделал? Он работает, а я с вами не общаюсь. Аутсорс. Вот, честно. Это очень удобно, офигенно. Потому что после интенсива я восстанавливаюсь в неделю. Три дня работаю, неделю восстанавливаюсь. Это очень тяжело. Но я понял, что с людьми надо разговаривать. Какой-то социальный вклад носить. Элементарные вещи. На улице, допустим, кому-то замечание сделать. И так далее, допустим. Да, вот у меня недавно прикол был. Я просто выхожу такой на улицу. Парнишка, ну, как бы дворник, убирает снег. Он с тротуара просто его метет на дорогу, на проезжую часть. Я стою такой, смотрю на него, говорю, брат, ты что делаешь? Он говорит, снег убираю. Я говорю, ты знаешь, говорю, ну, как бы, я вижу, что ты, ну, не из наших краев, как бы, да, заснеженных. В России снег не сыпят на дорогу. Он говорит, почему? Удобно. Машины раскатают. Я говорю, он имеет свойство накапливаться. И в какой-то момент они не смогут проехать. Говорю, смотри, половина легковушек уже стоит. Вот когда вон те джипы не смогут выехать, к тебе подойду уже не я. К тебе подойдут вон те люди и зададут тот же самый вопрос. Просто пока у них еще, ну, проходимость высокая, они не замечают проблемы. Но когда они встанут, они к тебе подойдут и попросят убрать эту улицу. Куда ты снег понесешь? Он стоит такой, он меня смотрит. А куда его убирать надо? Я говорю, вот на клумбу кидай. Ну, некрасиво, говорит, будет. Я говорю, нифига тебе, эстет, говорю. Тебе, в смысле, нравится белый ровный снег? Он говорит, да, классно. Понимаешь, то есть человек от души как бы старается красиво делать. Но при этом дорогу просто засыпает. Вчера к нему подошли. А, то есть он тебя не послушал, да? Не послушал. Ну, как, он же своей жизнью живет, понимаешь? Вот, я просто таких уже видел. И он, значит, ну, сгребает снег и выносит его уже мешками за машину. Высыпает туда. Ну, клумбы все равно, порт не хочет. Вот. Понимаешь? То есть остался при своем. Ну, нет, его заставили. То есть следующий год он будет уже с выводами, понимаешь? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. То есть просто такие мелочи. Я раньше бы мимо прошел. Сейчас я понимаю, что нужно какие-то вещи разъяснить. Пацанов могу остановить, которые ерундой занимаются на улице. Просто я говорю, парни, чего вы делаете? Вот раньше я вообще в это не лез. Сейчас я понимаю, что их нужно остановить, потому что никто не останавливает. То есть есть некий социальный долг. Когда ты понимаешь, чем это закончится, это нужно натормознуть. Меня в детстве многие вещи, как бы, старшие останавливали. Ну, когда патроны мы кидали там в костер, вспоминали, о чем мы в детстве делали. Я говорю, да у меня дети вообще шелковые. Они живут в стерильном мире. Если бы они сейчас занимались тем, что я делал в детстве. Сейчас расскажу про детей. Ладно. Я тебе просто говорю, да, что сейчас вообще, ну, как бы, мы там вечно страшные дела. И порой нужно остановить, да, какие-то вещи, сказать что-то, какую-то свою позицию высказать и так далее. Социальная сфера, мы просто чего начали. Личная работа, да, и социальная. То есть когда ты понимаешь, что у тебя вот здесь вот ничего нет такого, знаешь, что ты что-то не доделал. У тебя на сердце нет, да, кошки скрипут. Все хорошо, да, у тебя счастье. То есть когда у тебя нет долгов. Ну, я не говорю про финансовые, я говорю про, в принципе. Да, 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 неудовлетворенность. То есть когда ты считаешь, что, в принципе, вот ты что-то уже закончил, ну, блин, что-то какая-то фантастика. Ты всегда что-то не закончишь. Нет, нет, что ты делаешь все правильно, просто процесс. Что ты в процессе внушел. Да, что ты все делаешь, все, это приведет к результату, да, то есть так надо. Вот и все. Я недавно, у меня есть дочка, и она вот тикток, тикток, знаешь, все такое. И я, ну, как бы она не со мной живет, и как бы она приехала в Москву, и она мне до тикток, я думаю, блин, ладно. А я, ну, типа, всегда говорил тикток, ну, типа, нет, никогда, и все такое, и что-то там. Ну, и в общем, ну, она постоянно только про это говорит, а как бы я для себя понял, то есть меня родители сильно ограничивали во многих там вещах, и там, ну, мама, грубо говоря. Я подумаю, я так никогда не буду делать, я всегда пойму, как у своего ребенка, потому что я рассказывал, я играл в компьютерные игры, там, у мамы рассказывал что-то там про открытый мир, там, и так далее. И, ну, знаешь, меня она, откровенно, не понимала. И я думаю, она мне рассказывает постоянно, я думаю, ну, блин, ладно, окей, быстрый кайф, я понимаю, как это работает, и что там за 10 минут в тиктоке можно узнать больше, чем среднестатический человек за, там, 18, 19, 20 века даже, начало 20 века, да, за всю жизнь узнавал, да, какой-то информацией. И так вот, и что я сделал, я, короче, нашел места, где собираются тиктокеры. Ну, решил, как бы, ну, мы гуляем же, я посмотрел, где собираются. В основном, я нашел место в Афимоле, там, где-то, там, вот, Афимол, ты же был сто раз в Афимоле, там много таких краев, крашеных, ряженых ходит, фиг, ты к ним уже привык, как бы, и ты не понимаешь. Там есть шестой этаж, на этом шестом этаже, там, большая площадка, наверное, под тысячу квадратов, там, плюс-минус, такая огромная ламината там застелена, и ничего больше нет. То есть там ни лавочек, ни стульев, ничего нет. Зайди ради прикола, когда будешь в Афимоле, хоть раз. Ты просто поймешь другой мир. Я захожу, а там, короче, вот они, вот, даже вот так по кругу сидят на ламинате, и там что-то танцуют толпой, то-се, кто-то там боксерские перчатки принес, девчонка типа обьет, что-то еще там, сценки какие-то, короче. И, в общем-то, а я был, знаешь, одет в такую красную, короче, Air Max, короче, кеды большие, высокие, короче, кепка, короче, ну, очень ярко одет с дочкой. И, короче, и она ставит так телефон на пол, и тоже начинает что-то там снимать, короче. Я отошел специально, то есть я вот просто смотрю, короче, раз, один чувак к ней подошел, они к ним там в 7 лет по 12, плюс кто-то в пижаме реально, прикинь, в пижаме, то есть они там спустились с этажа, и, короче, там туся. И, короче, раз, один, второй, потом такая толпа вокруг нее образовалась, и я все на это смотрю, что-то они там уже вместе снимают, и она такая, а у меня папа, папа, там у него Инстаграм, или это полято, все такое. И, короче, я не понял, как это произошло, но вокруг меня вот этих вот маленьких людей, короче, вот целая толпа стоит, короче, и они такие, мне задают вопросы, то и все, а это что, а то, я у них задаю, знаешь, вопросы. Просто, и я понял, ты же с ними не общаешься, они как-то, ну, где-то там, ты видишь, это ТикТок, что-то там, какое-то кривляние на камеру, и тебе прям как-то претит даже, ты просто видишь это со стороны, ты как-то, ну, испытываешь дискомфорт какой-то. И у меня, знаешь, случился такой перелом, прям инсайт. И я с ними поговорил, когда ты говоришь лично с человеком, если даже ты к нему испытываешь какую-то неприязнь, как только ты с ним поговорил, так работает психика, ты как бы его, ну, грубо говоря, принимаешь, да, я вообще идеализирую всех людей, кто рядом со мной, я как-то их люблю, знаешь, ну, как бы идеализирую, скажем так, это такая и проблема, и плюс. И тут вот этот момент именно сработал, и я понял, что это дети просто со своими какими-то проблемами, увлечениями, и у них такой мир, и влиять на это никак не получится. И, в общем-то, короче, у меня сейчас там, не знаю, уже тысяча подписчиков в ТикТоке. Я просто пришел домой, создал себе ТикТок, прикинь, залил туда всякую херню, мне там уже там пишут, о, здоров, там, нифига себе, ты в ТикТоке, там уже куча просмотров просто, просто вот как бы вот так, короче, работает. Понимаешь, и как бы это тоже, наверное, одна из каких-то, не знаю, то есть мы должны понимать вот наших детей, я считаю, ну, как бы я, короче, это не должно быть смыслом, как бы, да, жизни, но когда-то, когда я просто помню, как я рассказывал маме, еще раз говорю, для меня это был вот весь мой мир, понимаешь, и вот оптать нельзя. Ну, невозможно от этого. Значит, тут две крайности, на мой взгляд. Детя, мне разрешишь, ТикТок? С другой стороны, нельзя. У тебя сколько лет? Да, разрешу, конечно, у меня 6,12. 6,12. Разрешил ТикТок? У них, у них есть, у них нет времени на это. Нет времени, вот это хорошо. У меня отношение очень простое. Знаешь, я когда-то еще, ну, я читать начал много в 10 лет. Много я тебе сейчас скажу. То есть вот я закончил третий класс, мне было 9 лет, и я сдал, помнишь, такое было, скорость чтения? Да, помню. Чтобы приходить, тебе говорят, вот читают сих до сих, засекают время, и говорят, я сдал, у меня что-то было 56 слов в минуту, что-то такое, ну, как бы. Когда я пришел в пятый класс, у меня на входе скорость чтения была порядка 320, что ли. То есть я за лето прочитал, мне говорят, что ты читал? Ну, 120 – это среднее, я знаю точно. Короче, я не знаю, сколько среднее. Кстати, вот у меня написано, что ты читаешь. Смотри. Когда я пришел в пятый класс, мне говорят, что ты прочитал за лето? Да, я говорю, значит, Крапивина, Голубятина, Желтые Поляне, потом, значит, Петр Первый, Алексея Толстого, Балашов, Ветер Времени. И они такие меня смотрят, учительница, говорит, подожди, подожди, подожди. Она мимо идет, как обычно, там, ну, что там у кого-то. Говорит, что еще раз? Говорит, а сколько они страниц? Я говорю, ну, там столько, там столько, там столько. А я просто, ну, у меня сестренка приехала, она мне 7 лет старше, она мне начала вслух читать. Я говорю, классно. Ну, я почитал от меня три. Он говорит, слушай, брат, в школу ходил, читать умеешь? Читай сам. Я говорю, я медленно, мне неинтересно. Она говорит, ничего, научишься. А мне что же, понимаешь, я распалился, я начал читать. И когда я начал читать, у меня все быстрее, 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 скорочтение. Я понял, что это интересно. Я очень быстро, брат, скорочтение начал читать. В 11 классе, когда я последний раз показатели снимал, у меня было 1200 слов в минуту. Я не учился скорочтению, ничему. То есть, чтобы ты понимал... Ты произносил или просто в голове это было? Ну, в слух-то зачем? Чтобы ты понимал, это скорочтение позволяет мне читать 400 страниц за 4 часа. И ты до сих пор? Конечно. То есть, я в электричестве за два дня прочитываю книгу. Читаешь все, да? Все. Как кино смотрю. Вот как люди смотрят YouTube, я так читаю книги. Понимаешь? Между дел. YouTube, я так понимаю, не смотрю. Я поэтому на машине не люблю ездить. Книгу нельзя читать. Понимаешь? Вот. И это мне дало следующее. То есть, я с 10 лет, как бы, очень многие вещи читал. Да, я в том числе, допустим, в 11 лет, есть такое изречение Сократа, он сказал, говорит, дети больше всего любят поваров и ненавидят учителей гимнастики. Но повара их убивают, а гимнасты делают их сильнее. Понимаешь? То есть, этот парадокс мы никогда не живем в своей жизни. То есть, такая философская тема. То есть, то, что мы не любим, зачастую делает нас гораздо сильнее и готовит к будущей жизни. То, что мы очень хотим, но это неподконтрольно, да, то есть, нерегулируемо. То есть, может нас убить. Ну, элементарно сладости, это диабет, срыв эндокринной системы и так далее. Поэтому должен быть баланс. То есть, должна быть свобода творчества. Но я вот ребенку своему объясняю простую вещь. Хорошо, ты делаешь ТикТок. Он говорит, допустим, заводи Инстаграм, да, допустим. Все, ты делаешь Инстаграм. Что ты там будешь делать? Что ты будешь показывать? Ну, что? У меня прям целая лекция об этом. Да. Я там буду там, ну, у них у всех лекции одни и те же. Я говорю, смотри, если ты сейчас потратишь время на художественную школу, к чему у тебя есть способности, и ты хорошо рисуешь, то через пять лет твой контент будет круче. Просто посмотри на своего отца. Твой папа потратил определенное количество времени на то, чтобы круто разобраться в чем-то. Это же самое я говорю, Сера. Я сейчас просто тебя слушаю. Я, короче, это же самое говорю один в один. И я вам привожу пример просто. Есть такая штука паровой котел. То есть, если ты набрал достаточное количество энергии, да, туда, то есть пара, давление, он сможет сдвинуть целый эшелон с вагонами. Если ты туда не набрал этого давления, пу, паровозный гудок на следующий день тебя никто не помнит. Тебя даже в странице никто искать не будет. Тикток – это, на мой взгляд, это крутая штука, это прикольная штука. Надо понимать, что это фан-контент, который… это инфляция значимости людей. То есть, вот мы в Инстаграме уже многие вещи люди не отслеживают. Вот как ты сказал, да? Ну, смотри, есть статистика, что за одну секунду в Инстаграме делают, короче, там есть даже показатель какой-то там АИ или что-то как-то так называется. В Инстаграме делают определенное количество контента. Ну, то есть, какое-то. Ну, то есть, грубо говоря, возьмем, за одну минуту делают там 10 видео. Грубо говоря, весь Инстаграм, да, вся площадка. То есть, а в ТикТоке за одну секунду делают 80, что ли, раз больше. То есть, за один и тот же промежуток времени. То есть, представляешь себе, это инфляция контента. Вот то, про что ты говорил. То есть, это даже считают. То есть, ну, грубо говоря. То есть, и, соответственно, популярность на какой-то площадке, то есть, а в Ютубе еще меньше этот показатель. Не помню, как он называется, короче, но в общем. Есть, да. Да. И, короче, ну, вот представь себе, да, то есть, вот это круто прям сказано, инфляция контента. Я прям себе запишу. Ну, это как с музыкой, понимаешь? То есть, есть вещи, которые люди помнят десятилетиями, там, столетиями. Есть песни, которые сохранились. И, знаешь, когда ты переслушаешь какую-то дискотеку восьмидесятых, ты такой смотришь, думаешь, да, точно, что-то было такое. Все, оно уехало, оно на языке не крутится. То же самое происходит с информацией, то есть, она обесценивается просто и все. То есть, ну, люди создают контент, контент стал такой типа ценностью. А ты только создаешь или смотришь? Что-нибудь смотришь вообще в Ютубе? Хоть что-нибудь? Последнее время практически ничего не смотришь. Слушай, а хочу с тобой, знаешь, что поделиться? У меня недавно произошло просто вот, вот представляешь себе вот мой мир, да, допустим, возьмем его, ну, то есть, вот сто процентов, да, точнее, нет, не так. Вот мой мир, это сто процентов. И недавно у меня произошел варм, вот плюс 80% от моего мира за один день. Можешь себе представить? Хочешь узнать, как? Я, короче, с ума сошел. Я сейчас, я прихожу домой, и я вообще хочу просто открыть Ютуб, знаешь, почему? Потому что Яндекс, я просто, я влюбился в эту платформу. Бесплатная реклама, кстати, это не интеграция, ребята. Яндекс сделал. На одну кнопку перевод видео. Ты можешь смотреть китайский контент, западный контент. Причем алгоритм переводит настолько круто, что понятно. Понятно даже юмор, прикинь. Ты, короче, смотришь, я первое время, я охренел. Я, короче, я начал смотреть, я подписался на кучу просто. Западный, кстати, вот всем, кстати, советую, ребята, установите браузер Яндекс и смотрите западный контент, китайский контент. Это круто, слушай, все. Это алгоритм, то есть это просто, представляешь, за одну секунду. То есть все вот эти видео, а я смотрел много в переводе, я просто, ну, я не носитель. Я понимаю, о чем ты говоришь. Очень хочу, очень хочу учить английский язык, но, видимо, нахер не надо, не знаю почему. То есть хотя я понимаю, что надо, короче, головой, но, короче, раз не делаю, значит не так надо. Мы через 10 лет будем разговаривать через переводчики. Автоматически, я уверен. Так уже это происходит. Я еще раз говорю, причем в реальном времени, когда он не успевает. Ну, у тебя вот здесь будет, просто будешь через Airpods разговаривать и все. Он пишет такой, знаешь, короче, он такой пишет, ну, типа того, мы же, типа, искусственный интеллект переводит, подожди чуть-чуть. То есть он не успевает. Это не заготовленный шаблон, а есть алгоритм, по которому он переводит. И это просто круто. Ну, конечно, есть ляпы еще пока, но для первых версий, то есть ты адекватно воспринимаешь, ты можешь даже на второй скорости смотреть, ну, на 1,5 можешь смотреть, представь, вот мега круто, то есть, а потому что там уровень вот этого вот инфляции контента еще больше, и, соответственно, ну, как сказать, то есть там он прикольный, то есть есть что посмотреть. Кое-что нам непонятно, и кое-что не заходит там, ну, там всякие там юмор и прочее, но есть очень прикольная такая штука, поэтому вот прям советую. То есть ничего не смотришь в Ютубе, попробуй найти кого-нибудь, на английском и посмотреть теперь. Это вообще другая вселенная. Посмотрю, у меня есть ли авторы. Вообще, в принципе, люди, неважно кто, какая сфера, абсолютно неважно, в 90% случаев не пользуются тем, что продают. То есть, ну, действительно, то есть продавцы Бенфли не ездят на Бенфли, а ребята, которые продают фастфуд, его не едят. Ну, понимаешь? То есть такая вот история. Вот скажи, ты благами, которые ты даешь обществу, сам пользуешься? Нет, да? А почему так происходит? Вот я пришел в индустрию, потому что мне нужно было сделать ремонт, и я его сделал. И я всегда жил плюс-минус в хорошем ремонте. И я пользуюсь очень сильно тем, что продаю. Ну, то есть прям стараюсь. Максимально до чего могу дотянуться? Не знаю. Нет ответа на этот вопрос. Я просто смотрю, вот я часто прихожу к ребятам, да, там, грубо говоря, тем, кто занимается, там, стройкой или еще чем-то. Или даже просто. Ты знаешь, тут вопрос, есть вещи, которые, это как в интернете, понимаешь? Есть исходящий канал, есть входящий. Вот, грубо говоря, исходящий канал настроен, да, на какие-то там процессы. Но входящее потребление, то есть оно в совершенно другой плоскости. Ну, тебе это не важно, понимаешь? То есть у тебя совпадают, возможно, какие-то вещи там, перекрываются. У меня нет, допустим. Хотя моя жена меня не поймет, как бы, да, то есть, я сейчас говорю, то есть мне просто, да, мне припомнят это. Вот, то есть мой входящий канал, то есть, ну, как бы... У меня тоже не все хорошо. У меня как бы все нормально, как бы, да, то есть я прихожу, говорю, да, нормальный ремонт, что-то, слушай, ты хуже не видела. Знаешь, как люди живут вообще, да. Вот, то есть я умею, как бы, да, там, вот мне все равно там... Ну, нужно к этому приходить или нет, как ты считаешь? Я просто, знаешь, я как бы сопоставляю, понимаю, что ты думаешь, да, не хочу на это время тратить, да, допустим. Ну, как бы, вот сейчас вот это все заморачиваешься. Ну, то есть, понимаешь? Если, понимаешь, у меня, например, какой-то затык. То есть, ну, как ты будешь продавать то, что ты чем-то не пользуешься? Это как-то, ну, как? А зачем это людям другим нахер на себе, если тебе это не надо? Слушай, ну, хорошо, давай тогда врач лечит других, как бы, что он болеть должен лечить сам себя? Нет, он специалист, он разбирается. Ты продаешь, ты в это веришь, ты понимаешь это все, да? Ты ценишь это качество, как бы... Ну, смотри, какая вещь. Ты для кого это качество делаешь? Для ценителя. Для ценителя. То есть, человек, который это ценит, дает тебе обратную связь и говорит, ты красавчик. И ты делаешь, у тебя есть внутреннее удовлетворение. Но если ты сам не получаешь, как бы, то есть, ну, ты понимаешь, что... Хорошо. Окей, тогда я перефразил немножко. Видимо, просто не пришло время, и нет такой возможности. Если бы была возможность, ты бы пользовался своим качеством таким? Если бы ты себе делал, ты бы сам себя нанял? Сам себя? Я бы не рассчитался. Почему ты так считаешь? Ну, с самым собой-то поторговаться можно вообще без ограничений, понимаешь? Нет, фишка в том, что у меня есть цели, которые я, допустим, реализовал бы в первую очередь. Нет, естественно, если бы у меня остались там, грубо говоря, свободные деньги, я бы потратил их на это все. Потратил, да? Но, скорее всего, я не знаю, сколько я должен заработать, чтобы у меня остались свободные деньги. То есть, учитывая, что бы я хотел реализовать в первую очередь. Вот так, да? А куда идешь? Какие цели? Давай так, не цели. Не цели, а, ну, скажем, вот если у меня появляются деньги, то есть, есть цели, а есть желание. Я их делю очень жестко. То есть, цели это то, что ты, как бы, вот, ну, себе запланировал, ты хочешь сделать это, реализовать и получить результат. Вот есть вещи, которые, допустим, у меня уже, ну, в какой-то степени не реализованы. Это, допустим, обучающий проект, я его, я долго к этому шел, я пытался... Чтобы что? Только галочка. По сути, я сделал это и все. Самое удовольствие. Ну, подожди, обучающий проект, сегодня технологии так развиваются, и что завтра будет, ну, возможно, такая будет актуальна всегда, но долгое время наше, да, там, пока мы не начнем делать просто какие-то пластмассовые стены сразу готовые вместе с домом, и, короче, вообще не париться по этому поводу. И тогда, я согласен, это будет круто, и я бы в таком мире жил, если честно. Я нет. Ну, почему нет? Ну, я тебе деревянный дом туда построю. Готовое что-нибудь там все... Я образно сейчас сказал. Ну, то есть, когда готовое решение, знаешь, вот сразу... Оно все равно проигрывает в качестве. Что-что? Готовое решение, штамповка всегда будет проигрывать в качестве. Да ладно. Ну, я не согласен. То есть, вот смотри, любое ремесло – это ремесло, а если мы говорим про вот все возможности телефона, ну, там, допустим, грубо говоря, и ты создашь себе что-то там сам. То есть, а это как бы, ну, готовое, тестированное производителем. Или там машину можно корж самому строить, а можно купить Мерседес. Ну, ремонт – это личное пространство. Ну, штамповки мы уже жили, это был Советский Союз. Это было штамповки? Да сейчас ты же самая, посмотри, что происходит. Ну, это нравится кому-то? Нет. Ну, все хотят привнести что-то, да? У тебя телефон, ну, и то, понимаешь, в чехле уникальном. То есть, ты что-то там… Знаешь, почему у меня чехол? Ты же не оставляешь оригинальную. Сейчас покажу, почему я чехол. Я недавно, короче, просто я ненавижу чехлы на самом деле. Просто вот, видишь, что случилось? А его даже поменять не могут. Новый телефон. Ну, так получилось, я чуть-чуть упал. Только поэтому я ненавижу чехлы, если честно. Вот. Он тупо разбился. Вот. Потому что я не люблю чехлы. Неопытный. Ага, вот так, все правильно. Неопытный ученик или мастер 20 лет настройки? Кого проще обучить? Глубокий вопрос. Я подумал, фигня, а он на самом деле глубокий вопрос. То есть, знаешь, когда вот не дано, блин. И мастер, которому 20 лет со своими устоявшимися правилами. Ученик – это состояние ума. То есть, человек, который готов воспринимать информацию. У меня были на обучении люди, которые 25-30 лет в профессии. Они учились, и они очень быстро воспринимают информацию. Таких единицы, естественно. То есть, неопытный ученик есть, который, понимаешь, себе что-то надумал, и он хочет просто подтвердить свои, ну, какие-то гипотезы. Он ничем не лучше человека, который устоялся, заскорузлый. Ну, с кем проще? Тот, кто готов слушать. Не важно, сколько ему лет. Не важно, да? Не важно, сколько ему лет. Это то, что мы с тобой говорили, там, 3-4 года назад. Есть просто люди, у них свои убеждения. Вот ты ему просто что-то расскажешь, он тебя не слушает. Какая разница, сколько ему лет? Ну, по большому счету. И тот, кто готов учиться воспринимать информацию, меняться и пробовать, и применять, с тем просто. Сколько ему лет – не важно. Слушай, ну, короче, классический вопрос такой всех моих интервью и вообще, в принципе, всех. Что нужно вот молодым ребятам, кто смотрит? Либо не молодым, кто хочет учиться. Вот на твой взгляд. Ты сейчас, ты очень сильно продвинулся вообще в этом. Я не буду тебя грузить сейчас в твои школы. Или там… Нет, буду, подожди. Сейчас мы про это ставим. Куда идешь? Ну, то есть, что будет через два года? Я не знаю. За школой Сергея Габченко? Я не знаю. Знаешь, у меня есть какие-то определенные намекки? Кстати, на что ты делаешь больше акцент сейчас? Ну, я вижу, в принципе, что ты делаешь. Но мне просто интересен ход мыслей. То есть, все-таки это будет, как это сказать, медиапродукт. Не называй, не нравится мне этот инфобизнес. Это медиапродукт. Ты все-таки идешь к медиапродукту больше, потому что он супермасштабируемый. Или все-таки к оффлайну? Как ты считаешь? Понимаешь, в обучении вот эти две вещи, они неразрывны. То есть, нужно, чтобы человек посмотрел. То есть, без видео очень тяжело навык. То есть, ты хочешь готового ученика, по сути. Ну, смотри. Я хочу создать такую систему, при которой человек будет изучать какие-то вещи. И иметь возможность где-то практически это все, ну, как бы, скажем так, закреплять. То есть, неважно, как я это сделаю. То есть, это или будет партнерская история, да, там, в регионах. Или это будет на базе производителей какая-то история, да. Потому что сейчас уже, ну, производители, они просто говорят, давай что-нибудь с тобой сделаем там, ну, ну, через наши продукты, конечно, ну, твою систему. Ну, подготовки, да, допустим. И я говорю, хорошо. Тот, кто у меня учится, как бы, они у вас будут там на базе, как бы, бесплатно вот это все проходить. То есть, еще секундочку. Просто у меня тоже огромное количество запросов. И я даже не знаю, как их реализовать. Потому что, ну, я, ну, то есть, ты не монобренд. Не бывает. Все, мы уже проходили про монобренд, да. Ты уже все пытался. И на каких условиях, ты говоришь, вы можете сотрудничать со мной? Ну, во-первых, я говорю, что это будет моя программа. Моя программа. Во-вторых, в этой программе... Ну, так ты же понимаешь, что ты, как не я, как никто другой здесь сидящий, понимаешь, что... Во-вторых, я говорю, что в этой программе будут использоваться продукты, которых, условно говоря, то есть, набор суповой, то есть, какие-то вещи мы можем взбить вместе, да, то есть, ну, взаимозаменяемые. Есть вещи, которых у вас просто нет, ребята. Соответственно, они будут. То есть, они говорят, ну, как мы же это, я говорю, приглашайте свой продукт менеджера, вот его идея для разработки продукта, пожалуйста. если то у вас нет и все и на этом все сотрудничество заканчивается поэтому когда мне там рассказывать как бы я говорю ребят ну попробуйте с производителем что-то сделать надо это это понимаю только те кто делал те кто ладно не буду про это и так как ты думаешь какие вот ключевые качества для того чтобы быть в жизни успешным вот куда нужно что ты не понимал даже вот так наверное мне такой вопрос чтобы ты хотел понять когда тебе там было не знаю 18 лет нужно по себе допустим да я могу сказать что я очень много времени потерял на поиске просто на поиске вот я сейчас детям допустим меня ключевая вещь я им даю возможность попробовать в детстве все как бы вот именно направление то-то-то-то знаешь допустим за что зацепиться к чему есть талант к чему есть ну как бы предрасположенность то есть я хочу чтобы меня допустим не как я вышел до из института с образования востоковеда два восточных и начал понимаешь заниматься совершенно другими вещами на следующий день условно вот я хочу чтобы они сейчас это все прошли попробовали понимаешь и они себя нашли раньше и уже просто не то есть чайку по большому счету для счастья нужно что найти себя в чем он силен и делать это качество то есть пробовать разные что ни в коем случае не работа не не двигаться туда куда хотят родители но тоже как-то к противоречия это очень много людей но родители же думаю что они лучше знают мы же хотим чтобы ну как больше эти хорошо назовем так большая часть людей видит в детях то что не получилось у них это их проблема это их проблемы но у меня такого у тебя такого нет но как бы очень много ребят которых ну это уже это же к родителям на самом деле на самом деле ребенок когда некоторые дети попадая в определенные обстоятельства они ничего не смогут сделать к сожалению так устроен мир определенные обстоятельства да но понимаешь вот допустим но вот как бы ребята когда они начинают там допустим много пишет там как что ты прям хочешь вот этим заниматься ну так занимайся ну бери и делай просто ну как как я по-твоему наработал там опыт я просто брал и делал и анализировал что я делаю что получается что не получается это я многих знаю успешных людей которые просто брали и делали а потом их уже начинает там выносить на нужные берега и все вот чего не хватает понимаешь многим это умение доводить дело до конца прямо доводить взялся ну как бы делай почему любой результат он тебе знаешь такой скилл прибавляет бонусы какие-то невидимые которые просто тебе потом конвертится там в правильную встречу для тебя чек просто он говорит я помню этого парня он он нормально он прям вот да это называется несколько касаний вот то есть если человек он просто вот он 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 нашим просто он расплывается меня есть такие ребята не приходят они такие наши их называют люди авансы не приходит они авансом хотят получить признание сразу на входе не умеет себя презентовать они заходят громко как бы я так всегда смотрю то есть и думаю ну может в этот раз как бы до теория сломается я не сломать не все одно и то же они и их надолго не хватает и таки бог я устал гривен учет не пришел на работу где устал я много раз то проверял все и вот фишка в том что человека у которого есть качество сильные качества можно научить всему чему год если у нее еще есть мы предположены стремление он добьется успехов вот я сейчас был на мы короче послушай скажу пример сейчас генетики подходе не генетика это качество то есть они есть вот здесь башки брони когда они же когда образовываются эти качества вот не трушев там это раз я задел где повезло ничего в чем повезло что это то нечет нет я не боюсь есть определенного смотри допустим да вот повезло в чем повезло сколько ты вел youtube канал в чем не повезло что сегодня что до сих пор сколько сколько тебе усилий стоило снять снимать там несколько лет подряд там утро понедельник в чем везение 3 в чем везение это тебе я знаю как бы как ты относишься графику это мне да вот именно да это мне то есть это по сути тот же спорт я сейчас был на базе отдыха мы с командой выезжали короче мы просто сделали корпоратив выехали все на базу отдыха впервые за несколько лет просто наши команды выехали и там был костя дзю мы с ним познакомились короче был творческий вечер где он отвечал на вопросы и он говорит ребят я знаю многих людей в разных сферах я видел много талантливых парней если они не пахали просто вот не было стабильности результатов 0 я видел много ну как бы людей которые вообще не подавали надежды но которые много работали они в топе вот и все как бы ну чтобы нам не рассказывали понимаешь я вижу многие людей которые там ну просто скуриваются спиваются и все имея все данные на входе вот молодым парням могут посоветовать только не знают епаж ну хотя бы хотя бы просто спортом заниматься чтобы вот эти результаты понимаешь получить вкус результата его что-то делаешь вот на результат сейчас просто мир страшно мы не чувствуем результат цифровой мир у не даете результат я это понял работа больших компаний наш как бумажки отчеты результат где ты не можешь потрогать чем хорошо наше ремесло видно или сделал или не сделал все очень просто ты понимаешь эту границу тебе или заплатили заплатили ладно вторично могут не заплатить за хорош но ты понимаешь да то есть ты можешь почувствовать кайф от того что хорошо сделал это чувство это но как же она остается но как же просмотры лайки там не знаю что еще вот это вот это называется дофаминовая зависимость вот есть такой гормон дофамин который отвечает за эту суету это предвкушение это зависимость на этом все сети построены дофаминовая зависимость так вот а есть кайф что ты сделал все правильно ты сделал все правильно и ты кайфуешь и вот когда я пришел допустим тот же канал у меня уже как у мастера сложилось вот это ощущение что такое качество как бы я я хочу увидеть результат должен быть в чем-то выраженный я говорю вот там должно быть вот это вот это я их там всех заколупал вот этим я уже получил этот вкус как бы да ну качество и потом неважно чем ты занимаешься ты доводишь дело до результата которая по что-то выражать а люди которые ни разу не соприкоснулись и не почувствовали этот вкус результата они просто начинается и бдв метаться бурной деятельности половина офисных сотрудников они вот в чем проблема это ну просто анонизм понимаешь трения много детей нет как бы вот и все и они там что-то все такие ходят и они все несчастные потому что они чувствуют что они жизнь прожигают особенно мужчины женщины то у них там нормально все они общаются у них там клуб интересов там что-то обсуждают а мужики они просто не выгорают без деятельности вот этой результата нет поэтому молодежи нужно учиться результат получать любой любой это натурнике подтягиваться велик собрать перри собрать его еще чуть согласен здесь я согласен по поводу результата да так что готовили вопросы всем привет вопрос крови ему вот ты рассказывал про дом который ты осматривал где там жуткая отделочная работа была там сантехника и так далее да которые тебе предлагали просто провести вести окрашивание какое решение в итоге ты принял это было но если мы вот прям эту историю рассказать во первых это было три дня назад вот во-вторых я спросил кто платит деньги ну то есть что я делал бы в такие такой ситуации и к и вот мой алгоритм который я еще не сделал но по по нему буду идти сейчас я отвечу ну во первых нужно понимать что этот дом находится в элитнейшем месте и это ну действительно люди у которых наверное есть деньги честно сказать историю не знаю я постарался через знакомых узнать кто это за люди вот сейчас мне ответили не могу про это говорить но в общем что я им предложу следующее во первых гарантии ноль то есть на но во первых начале я предложу им консультацию бесплатную просто так ну то есть я иногда делаю платные консультации в этом случае это будет бесплатная консультация в течение там нескольких часов я покажу им что действительно происходит у них на объекте потому что раз никто этого не сделал но там же есть то есть она там уже нет никого то есть по сути там сейчас осталось два человека которые являются просто один электрик 2016 года он делает этот дом пытается доделать переделать короче жесть и чувак который занимается лепниной он от какой-то компании конторы ну или как конторы там какая-то женщина делать лепнину в общем то вот и все и по сути больше никого нет при этом при всем вот такая гора мусора при этом при всем очень но очень-очень там много скажем так проблем в мраморе сделано так сантехника что ни один кран ни одна ни одна водоросетка физически нет таких инструментов которые туда достанут чтобы это было возможно вообще вот и много 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 еще чего то есть и картон сделан так что ну то есть он развалится сто процентов как только включится звук по что там уже так вот что я сказал что я я им предложу то есть я предложу им во первых сделать дефектовку того что происходит затем предложить им управление объектом в течение четырех месяцев за зарплату хорошую не привязанную ни к чему просто за зарплату как управленца и процент от всех кто там будет работать и без гарантии сделать так чтобы этот дом жил потому что в принципе это возможно но больно будут будут проблемы то есть и все но в целом 90 процентов что эти люди откажутся потому что раз они довели свой объект до того что там вот такая стадии там стоит кухня дорогая вся там в блюме и так далее все остальное там куча мебели уже можно стать ставят а там еще еще нету лестницы там нет там бетон залит но там нет еще лестницы они уже там что-то делают ну в общем то короче скорее всего не откажутся но если они согласны но при предложении мое следующее то есть выйти туда как управленцу то есть стать управляющим этого проекта выкинуть нахер все к чертовой бабушки то что там есть затем сделать дефектовку показать им прайс но они мне уже при этом платят зарплату вот и дальше работать по прайсу если они его потянут если нет нет все ну то есть вот такая история спасибо сергей вот с твоей стороны какое бы решение было очень интересно принципе основываясь достаточно только на словах рулем вот как он написал ну мы там каждый по-своему визуализировали представили я думаю что практика твоя позволяет представить я бы таких объектов отказываюсь потому что люди просто люди которые у нас разная экспертность люди которые ну допустим да я уже рассказал на что очень дорого потом на финише вытягивать что-то лезть туда еще что то есть если уровень а там есть шанс еще что-то заработать да то я просто потрачу там массу времени буду коммуницировать вообще с непонятными людьми которые типа специалисты там и так далее мне это просто не нужно вот у меня просто есть инструменты что действительно этот дом жил он нормальным не будет но он жить будет то есть вот такая добрый вечер вопрос такой рубим вот мы сейчас все делаем и ты и многие наши сфере делают все качественно еще лучше и лучше и лучше где пик что будет дальше ну условно 45 градусов запил все сделали идеально все закрыли сама затирку все сделали паркет идеально лежит что что выше что дальше сложный вопрос готовы то есть и можно еще раз вопрос более такой что будет дальше с ремонтом не с ремонтом вот есть пик цены если есть если есть пик качество то есть пик цены дальше как поднять цену хорошо вот такой вопрос не надо поднимать цену делай продукты просто масштабирует еще не как наоборот я за опускание цены я для того я за то чтобы делать до более доступным системные решения с регламентами тех картами прочим прочим с инструментами и понижением наоборот как раз таки некоторого качества и чтобы это было доступно большему количеству людей то есть если ты про масштабирование компании то я как раз таки говорю что нужно спускаться на сегмент ниже то есть если мы про деньги сейчас куда выше то есть хочешь больше денег зарабатывать спускайся на сегмент ниже просто просто простой пример то есть ну квартир грубо говоря там сам понимаешь что в премиуме да где мы работаем где ты работаешь их очень мало по сравнению со всем остальным рынком то есть сделать такое предложение для рынка которая будет полезно и людям, и, грубо говоря, и тебе. Все, только таким образом. Я считаю. Следующий вопрос. Значит, меня зовут Дмитрий. Я занимаюсь комплексным ремонтом под ключ. Проблема такая, когда приходит к тебе кадр, вот ты набираешь команду, да? Часто я замечал, люди почему косячат, вот мы сейчас даже об этом говорили, да? Не потому, что они не умеют это делать, а потому что они не могут сознаться, что они то или иное не могут нормально сделать, вот они не могут себе это позволить. Ты спрашиваешь, ты умеешь? Он говорит, да, я умею. Именно то качество. Ты ему объяснил все требования по качеству, а он все равно берет и делает так, как он умеет. Вот как исключить вот этот момент, как вот понять на каком-то, не знаю, на интуитивном или на опытном уровне, что этот человек не может тебе признаться в том, что он не умеет делать то качество, которое ты требуешь? Смотри, тут два варианта. Ну, первый, допустим. Это некая определенная чувствительность. Определенная чувствительность на людей. Ты просто смотришь и ты понимаешь, человек тебе рассказывает в глаза все, что угодно, а ты понимаешь, что он врет. Для того, чтобы приобрести эту чувствительность, надо сделать многие вещи в жизни. Но это непросто. У меня такая чувствительность есть. У меня такая чувствительность есть. Она развилась сама. просто нанимай больше людей ты в конце концов начнешь понимать это да но это через боль на через боли а есть ну как бы такой путь как бы попроще вот но это такая уже это это уже эзотерика начинать это именно через боль потому что ботов был второй момент второй момент у тебя должен быть максимально подробная тех карта с четкими чекпоинтами то есть понимаешь вот допустим ну на примере малярных работ ты малярные работы когда принимаешь человек малярные работы каждый этап какой первое значит подготовка вот какая подготовка гипсокартон возьмем проверяю сначала естественно перед вот что вы сейчас говорили это каркас каркас и сборка не маляр пришел делает погиб малярку по гипсокартону первое швы что ты проверяешь на швах насколько грамотно например нанести наш лента та же самая нету ли нигде вздутий насколько да расшиты были те же самые швы дальше дальше да если присутствует ли грунтовка проверяя также рабочее место нету ли ничего лишнего дальше ну да забив куни флотом потом меня 19 этапов тех карты регламент и должна понимать трубка фишка в чем то есть если человек просто мне снимает допустим видео до с объекта я знаю что он делает я ему просто задаю вопрос а это и у него нет шансов просто да мне что-то ну скажем так то есть я вовремя могу остановить работу то есть я просто могу ее проверить да на определенном этапе и все я понимаю что все ну как бы здесь на тормознуть он дальше просто не пройдет максимально подробно то есть это ну такая вот история да то есть мастер когда он растет то есть я у проверяю все реже чем меньше требует люди моего времени тем больше они получают денег вот и все то есть если он как как я говорю если ты хочешь моего личного наставниче дружище как бы ты мне скоро платить начнешь за то что ты делаешь все поэтому очень максимально подробная вот вот просто есть у меня допустим есть статусы в компании и в зависимости от статуса они получают какие-то проценты на то есть там своя с вами тебя примерно точно так же то есть несколько мастеров 8 человек у меня просто все чуть-чуть наручном управлении там бонусы туда-сюда у меня пришли мне мастера они растут и у них есть разные чуть-чуть специально за поняту проценты дал все уже за то есть меньше запад или у тебя запад есть и есть проценты да то есть мы как в виде премии то есть подожди что у меня нет такой сложной системы цифровой как у тебя у меня все просто работаем люди в курсе люди в курсе вы работаете все нормально понимаешь мы регулируем такую патриархальная система есть 20 командира когда ты не собираешь масштабировать эту нишу вообще кстати а как раз я почувствовал кайфа стоп 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 интересно меня я кое-что вспомнил я писал скажи мне какая главная проблема мы ответили на вопрос да спасибо какая главная проблема в твоей ниши какой у меня две ниши я выполняю работы и я учу людей и ты учишь людей давай про ну давай про учу людей давай про учу людей то время не хватает просто это не проблема это данность это смысле это нормально тогда проблем нет нет проблем вообще хорошо а мы учим люди учатся у них в направлении отделочных работ я хотел пошутить на эту тему ну ладно короче я не дал да ты просто мне не дал шанса пошутить давай ладно я думал ты начнешь говорить сразу про малярку я бы сказал мы знаем что малярка шляпа расскажи про другой ладно все смотри то там тоже проблем нет есть есть объекты есть клиенты есть ребята которые у нас работают у меня проблемы когда возникают роли возникает когда у нас есть сумасшедшие ожидания там допустим несопоставимы с нашими возможностями и у человека начаться проблемы допустим он хочет вот это у него на этого но на это нет ресурсов я хочу mercedes а денег у меня на жигули у человека проблема я не хочу покорить мир я вижу что у меня есть допустим 8 человек на которых я могу положиться и я соответственно рот не открывая больше чем я могу откусить у меня соответственно нет проблем с пищеварением нет проблем с нервами понимаешь все хорошо то есть я я управляю ровно тем количеством как бы ну процессов которые могу охватить есть такая фишка на самом деле то что эти вначале до рассказывал по поводу того что к то что то до чего может дотянуться и то что хотим да 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 безответственные люди они выходят за круг своей компетенции вот да вот смотри то есть вот история какая вот я стараюсь всегда чувствовать что я могу ну как бы на что я могу повлиять что я могу ну реально улучшить например да там неважно там коллектив процесс там людей так далее если я просто вижу что я закипаю я понимаю что ну надо что-то выбрать надо что-то оставить то есть это называется органический рост я не верю в истории про масштабирование я верю в рост это органика так растут вообще весь мир так устроен вот эти все искусственные процессы я просто ну вижу многих людей я смотрю на них они взвалили на себя у них там сумасшедшие обороты там еще что-то с ним частью но зарабатываешь поскольку до пора вообще не важно и он он говорит ты кстати еще один вопрос по поводу как раз таки вот ты знаешь сколько зарабатываешь то есть понимаешь сколько ты можешь забрать сколько вы когда у тебя безубыточность она кстати настала настал ты отбил все сидит эти сломы то есть ты прям считаю что у себя из перенок какие-то ну я не я не люблю мелко считать принимаешь я крупными мазками бегается а конечно настенькиド ipot 알 я крупными мазками и часто понимая что здесь допустим там столько здесь только здесь только это принесет примерно вот это столько конкретно ты не по ну то есть не знаешь да то есть это грубо говоря что вот это направление порядок до мне просто порядок измерения там идет он допустим нам сотни тысяч там допустим полмиллиона понятность я не не считаю сюда копейки не считаю вот это значит сколько там окуплю то есть у меня все очень сильно построено на предчувствия на интуиции то есть я понимаю что я это отобью когда я не знаю там раз пошло нормально как у меня есть доверие к себе я вот у я бизнес-планы я много раз и ты не бума не вот в бумажках у тебя вот эти всех аккоганитов я через там с такое-то время с таким-то ростом будет а если там у меня такая вот маржа грубо говоря не столько но если такой я понимаю сколько у нас рентабельность я ее понимаю оборот понимаешь хотя бы как-то ведешь но конечно понимаешь даст конечно то есть мы знаем но просто понимаешь я занимаюсь больше тем допустим что есть направление я продумал и какое-то допустим я продумал я понимаю что так надо сейчас вот это вот это вот это вот это я как бы занимаюсь творчеством да то есть я создаю до школа маляров это было свое время там творчество когда мне просто дали время это собрать сделать превратить учебную программу вы выложите и скажем так в оффлайн потом в онлайн и прочее это было кут в творческий процесс который принес результаты как оффлайн так онлайн направление сейчас у меня другие вещи и связаны с декором с гипсом с гипсовой лепниной там с декорированием так далее то что мне от реально душу греет то человек кайфую и это направлением в этом году я буду ему очень много внимания посвящать потому что те процессы они в принципе пока как бы но понятны сейчас еще будешь полепене полепене декор уходить но именно декор то есть я от этого кайфу это то что меня зажигает то есть я видел и для типа же просто круто вообще да то есть я такие вещи люблю делать они меня вдохновляют они дают мне энергию жить вот то что я делаю сейчас это некая даже школа маляров это некая больше социальная часть я должен то сделать то есть несмотря на то что на этом деньги зарабатываю я должен то сделать это вот в этой стиле не в том что я кайфую от чего я кайфую других вещей а вот это просто это вот социальная такая вещь просто сделал ее самоокупаемый потому что никто денег это не дал принципе нормально получается как бы и я соответственно вот сейчас это делаю я не знаю через сколько это окупится но я знаю что он окупится и все я просто сейчас это делаю но не шикую не жарую как бы там не не полюви все финансы все ресурсы как бы я просто понимаю что мне нужно так давайте следующий вопрос а то мы можем долго говорить да 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 а меня зовут лариса я и смм щек большого русского строителя и у меня вопрос про эмоции в работе дрались ли вы когда-нибудь на стройке и и какой самый возмутительный случай когда вы занимались рукоприкладством а кому вопрос как обоим 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 ну и давай давай я начну я наверное начну и и издалека я так вырос что я вырос на улице можно так сказать и именно там где вот жесть где посте вот я спросят за все что только можно и так далее я понимал что поскольку физической силы как можно заметить у меня наверное не было там 12 и 14 18 лет мне приходилось все разруливать с помощью языка и дошло до то я при этом еще заикался но дошло до того что то есть любой конфликт и начинаешь как бы ну ты живешь в таком мире в котором они есть это данность и ты должен как бы дальше продолжать то есть поэтому чтобы прям мы дрались на стройке лично я такого не то есть со мной такого наверное не было ни разу потому что это второе качество которое я понял что во первых драться это вообще глупая затея потому что все равно найдется кто-то тебя сильнее но это ладно это хорошо это 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 прям аксиома а во вторых не попадай в делай настолько то есть я работаю так что да у меня есть косяки но они все совместимы с жизнью и они все решаемы то есть нет такой штуки за которую можно прям спросить и так чтоб нечего было сказать то есть я не ворую клиентов то есть я не делаю того что за что можно спросить именно вот в таком как бы случае если мы прям вот так вопрос ставим там как вот поэтому как будут меня на такой ответ а какие мастера ну у меня были драки на объектах и неоднократно но это другая история то есть там кто-то просто за конфеты люди там просто вы понимаете какая то ведь психологически ведь психологически долго находиться в коллективе мужском это сложно и видел я это неоднократно и то есть ну когда то есть просто на бытовой там просто человек человеку не нравится и там они зацепились просто словами и все я ты я ты ля-ля-ля-ля то поля и понеслось вот поэтому такое видел конкретно прям приводить примеры у меня тут есть паренек который здесь даже присутствует он может рассказать про больницу на до сих пор шутки на эту тему есть ну как были у меня что нужно описывать что ли я не хочу это описывать драка и драка драка из драка это это всегда плохо решать какие-то споры в драке могут только слабые люди то есть это самый последний прием который можно использовать его нужно использовать когда уже когда нужно выживать единственный случай всегда когда твою честь что прости у нас были случаи здесь как правило даже это можно решить языком то есть а если там уже надо как бы драться ну не знаю опять же твою честь цепляют кто живи так чтобы они не могли цепануть да нет ты просто если тебе есть за что то есть что секундочку если тебе какой-то ушли пан или твоей женщины говорит какие-то не председательные вещи он дебил просто по жизни смысле меня не может обидеть такой человек потому что никто просто недоношенный ну то есть грубо говоря мне что то есть мне пишут комментарии в хейт какие-то чуваки которые едут на маршрутке блять домой к своей там жене и которую там не любят давным-давно и как бы и секса у них не было никогда в жизни ездит он еще раз говорю на маршрутке и у него кроссовки за тысячу рублей на такой человек не может обидеть чтобы он не не сказал потому что он чему вопрос ну как бы все то ля то ля выведи этого чувака у меня на объектах драк не было и кстати как 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 бы так сказать то есть когда у нас есть шанс чему-то учиться или спросить у кого-то его нужно использовать потому что всего не использовать но это такое себе меня зовут венера студии дизайн и ремонт азв хотел бы задать такой некий вопрос связанные с больной темой всех строителей были ли суды у вас заказчиками в моей практике у меня моей практике лично судов не было еще раз опять же говорю то есть лично я работаю с как сказать это наверное зависит от людей не делай так чтобы на тебя подали в суд меня было много случаев когда я там затапливал то есть я решал эти вопросы он когда у меня не было случаи когда меня не платили то есть у меня были случаи когда если человек неадекватен допустим ты знаю про об этом это еще раз говорит не всегда ты можешь узнать значит это твой опыт то есть ты сколько этому человеку доверил 300 тысяч окей 500 тысяч окей миллион окей если ты ему доверил 10 миллионов и ошибся это твоя проблема ну то есть у меня просто и не такой есть у тебя были суды серы а я знаю людей которые мне говорят а я пять раз судился я знаю и из меня вопросы к этому человеку на самом деле его хрена ты 5 рассудился смотрите есть такая тема но как я допустим ее воспринимаю вот но есть такой термин судьба слышали да все еще есть такая штука ее мало кто как бы ну потребляет вообще в оборотах речи доля вот мы грешим тем что мы начинаем брать не свое жадность понимаете то есть обычно если вы какой-то конфликтную ситуацию размотаете назад вспомните так честно побродите несколько часов по парку погуляйте подышите свежим воздухом вы вспомните что скорее всего первое ощущение было такое беги отсюда если вы этого не слышали блин у вас проблема потому что обычно этот голос он очень громкий он связан с какой-то знаете такой дискомфорт и не хочешь этого делать то есть ты не хочешь здесь даже находиться то есть это не твое надо уходить вот я всегда вот мне чем допустим ну я не за там благодарен жизни да за то что я всегда этот голос слушал меня не было людей заказчиков которые меня потом кидали то есть я всегда заходил общался я никогда не торопился я всегда работаю с теми кто стучится ко мне а это же дослуга ты же понимаешь этот повезло нет это свои качества которые даму при стучится ко мне человек то есть у меня даже есть некий такой как бы но вот заметил я раньше это дело не осознанно сейчас это делаю как бы ну по сути осознан то есть человек он просто вот он там о привет привет давай там чё поработаем я говорю да 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 и все и на полку человек второй раз не заходит значит я ему так нужен третий раз если зашел уже я с ним разговариваю потому что он приложил усилия я ему действительно интересен понимаете то же самое допустим когда вот местом там вопрос я не знаю сегодня будет не будет сотрудники удержания сотрудников и так далее ваши люди с вами останутся никого вы им нужны вам по кайфу вместе работать если вы зацепили чужого человека чужого 5 сети примирование бонусная система мотивация сотрудников удержание если это не ваш человек он выпьет всю кровь и уйдет сто процентов сто процентов это ваши с вами останутся вот и все то есть и тут уже вопрос вот почему сказал слова доля вот сколько вам положено я не знаю чего зависит эта доля почему она больше меньше там от того как вы там из этом как вы себя ведете там не знаю что он там безучие вы не знаем но она есть если вы за ее границы выходите больно вот и все я забор что хотел сказать давайте дальше привет юля просто юля вопрос по приоритизации задач сейчас очень часто бывают ситуации при которых у тебя сто пятьсот задач и еще одну надо сделать расскажите про свои принципы планирования и про то что вы делаете в первую очередь как вы выделяете те задачи которые необходимо делать в первую очередь и отсекаете лишние ты первый ты чай надо определиться с тем кто вы если вы тактика есть люди тактики если я приводил пример до права партнера у него тактическая карта то есть он видит у него задача на каждый день на каждый час на каждую минуту он день свой планирует у него это получается он его видит у него масштабирование то есть он видит там каждую там он на миллиметровки работает у меня планирование стратегическое если я лезу в тактику начиная пользоваться какими-то ежедневниками и прочее это у меня сколько дома ежедневников? Штук 50. Они все раскрашены детьми. Ни один не работает. Я занимаюсь только стратегическими задачами. То есть я понимаю, что допустим, если я стратег и результаты приносят какие-то долгие вещи, в которых я понимаю, я соответственно в них и вкладываюсь. То есть там все просто. Помните, квадрат важности. То есть там 4 сегмента. Несрочно важно, важно несрочно, там срочно, ну и так далее. То есть вы должны заниматься вообще всегда тем, что важно но не срочно. Вот это идеально. Тогда у вас постепенно рассосутся все остальные 3 квадрата. Так вот, я не видел людей, которые перешагнули как бы, ну скажем так, в успешную реализацию и пока они к этому не пришли. Если у вас 100-500 задач, поймите, что принесет результат, а что является просто дежурной какой-то суетой, которая ну как я это называю, быть подпорной стеной. То есть я когда в Кнауфе работал, было очень много оперативных задач, которые ты делаешь ежедневно, они превращаются в рутину. Допустим, работа с рекламациями, там, разбор там, каких-то там ситуаций, еще что-то. Рекламационная вообще история, то есть для этого должен быть там специалист отдельно по рекламациям, который у этого работал у него. Я продукт менеджер, я понял, что мои приоритетные задачи, они совершенно в другом, там, в этом, в этом, в этом. И все остальное я просто сбрасывал на других людей. Делегирование. То есть меня это очень хорошо научили в Кнауфе, как бы я греб все, но потом понял, что я не выжил. Вот. В зависимости от того, какая у вас сфера ответственности, тактика или стратегия, вы просто определяете, что вам принесет результат максимальный, и бейте туда, потому что все остальное сгорит. Вот и все. А я тушу пожары просто. Причем, как объяснить? Ну, действительно. То есть у меня есть стратегическое планирование и так далее, у меня вообще проекты целая куча. Но, блин, у них у всех какие-то жесткие дедлайны, и как бы, ну, я там, типа, пытаюсь как-то на это как-то делать. То есть я там нанял личного помощника, который мне помогает тушить мои же пожары, короче. То есть такая тема. Зачем тебе дедлайны? Что дедлайны? А потому что у меня, типа, контракты там с кем-то я. Ты думаешь, когда? Когда я понедельник, по-твоему, делаю? Как ты думаешь? Когда? Скажи, когда, когда, когда? Воскресенье. 6 утра понедельника. Ну, естественно, в последний момент. Да, то есть очень часто. И некоторые, которые мне прям мысли в инсайт, я там сижу, куру кальян где-нибудь и пишу. Вот такая штука. И это печально, как бы. И сейчас, знаете, я за то, чтобы все-таки нужно больше планировать, именно поэтому мы говорим про команду, про то, что все-таки есть люди. У меня есть другие качества, которые, видимо, вокруг меня собирают других людей, то есть которые более системны, чем я. Хотя пока немножко не так. Но есть у нас ребята, которые прям хорошо пишут, которые там, вот. Как-то так. Ну, в общем. Моё имя Ксения, я архитектор-дизайнер. Здесь нас мало сегодня, да, я знаю. Я не буду поднимать глобальную тему взаимодействия нашего, хотя это боль. Я бы хотела узнать, вот вы непосредственно тоже общаетесь с проектировщиками, и изначально проекты же наверняка, потом уже стройка, да, ну, в большинстве случаев. Есть ли тенденция, то есть с годами за ваш многолетний опыт, вы видите какой-то прогресс? Безусловно. То есть, ещё раз, вопрос в том, есть ли прогресс между общениями строителя и дизайнера? Да, качественней ли стал проектировщик? Много качественней. Во-первых, мы сами очень сильно продвинулись в этом. Ну, во всяком случае, в моей картине мира, давайте так, то есть мы же отвечаем, то есть в моей картине мира гораздо сильно мы продвинулись в плане проектирования и в плане взаимодействия с дизайнером. То есть дизайнер для меня не враг, дизайнер для меня друг. То есть на всех объектах, у меня есть даже в должностной инструкции, во-первых, есть, что получает клиент, и там написано. То есть мы даём консультацию дизайнеру техническую, если это потребуется. То есть это прямо написано так. И точно так же у руководителя проекта есть... Сама, давай не будем сейчас делать кофе, чуть-чуть. То есть у меня есть в должностной инструкции обязательно, что мы взаимодействуем с дизайнером. И если вдруг нужны технические чертежи, руководитель направления может и обязан это сделать. То есть вместе с дизайнером. То есть мы продвинулись сильно. Не, ну прогресс однозначно есть. Но я его вижу только там, где... Ну, во-первых, есть определённая, скажем так, группа дизайнеров, ну, я не знаю, количество каких-то дизайнеров, которые хотят этот диалог устанавливать. Есть дизайнеры, которые вообще, в принципе, по барабану. То есть вот они пришли, они рассказали, как оно должно быть, по их мнению. И, ну, это вопрос человеческих качеств. Есть такие же прорабы, есть такие же невменяемые там, скажем так, смежники и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас в связи с тем, что, да, ну, как бы стройка, отделка на слуху, есть YouTube, да, заполненный там кучей роликов и так далее, дизайнеры уже вынуждены во многом, да, прислушиваться, слушать, там, слушать замечания заказчика, который там ночью сидит, там, да, допустим, вникает в какой-то вопрос. И в целом все равно я вижу, что сфера, да, очень сильно изменилась. Потому что 10 лет назад, допустим, ну, это было вообще просто две разные планеты, две разные там цивилизации, в которых ты, как бы они там у себя, ты здесь у себя, и как бы это было очень проблематично. Но я всегда говорю на тех же обучениях своих, там, и так далее, что, ребят, если вы хотите зарабатывать, вам необходимо коммуницировать с дизайнерами. Потому что именно у дизайнера в руках конечный результат. Потому что заказчик покупает некрасивый паркет, он покупает абсолютно, как бы, конечную картинку, которую создает дизайнер. Просто сам по себе паркет вы можете уложить у кого угодно, за недорого, спрос на вас будет, как бы, но вот именно вот это, скажем так, увеличение стоимости продукта происходит только в руках дизайнера. И к ним обращаются заказчики, которые, как я всегда говорю, из две категории заказчиков. Те, у кого есть время, и те, у кого есть деньги. Те, у кого есть время, это Авито, в последнее время это Инстаграм, гламурная Авито. И те, у кого есть, да, ребят, что вы не знаете? Сто процентов. Заказчик, у которого есть время вас отмониторить, у него тьма времени. Это все, понимаете? Любое ваше движение будет отфотоваться, сбрасываться еще пяти вашим коллегам с вопросом, а у меня вот тут на объекте делают вот так, подскажите, пожалуйста, это правильно? Это Авито, понимаете? Это человек, который есть масса времени. Вот. И есть люди, у которых есть деньги. Они порой даже просто, ну, забывают, как вас зовут. У них обычно там есть помощник, у них есть руководитель проекта, там еще что-то и так далее. То есть у них есть деньги. То есть поэтому обычно выбор стоит так. Или я работаю за ними, или я работаю за деньги. То есть люди, у которых есть время, они будут вас ценить, любить, вникать в каждую мелочь. Вы будете получать огромное количество обратной связи, денег там не будет. И будут совершенно другие объекты, где, ну, там, понятно, в зависимости от вашего, там, как, узнаваемости, там, вовлеченности, у вас будут как бы, ну, как бы вы будете просто. Ну, в моем случае я субподрядчик. У меня часто вот, у меня объекты в основном, многие не знают, кто я такой. Я кайфую. Я просто этот, ну, там, ну, которые Малера и Серега там. Кайф вообще полный. То есть я вот с ними работаю, я с Инстаграма вообще заказы не беру. Это трэш полный. Так вот, я работаю с людьми, у которых, я многих заказчиков лицо не знаю. Просто. Ну, люди ведут проекты, я прихожу, все нормально, как бы, общаюсь с дизайнером, общаюсь с руководителем проекта, ругаемся с прорабом, как бы, и все нормально, рабочая история, как бы. Мы уходим, нас зовут, мы потом что-нибудь дефектуем, все нормально. Понимаете? Вот. Поэтому тут очень важно понимать, что можно воевать сколько угодно с дизайнерами, я для мастеров сейчас это говорю, но зарабатывать вы будете только с дизайнерами в одной связке. И если вы установите рабочие отношения, четкие рабочие отношения, где вы помогаете друг другу, всем будет четко. Но не сразу. С дизайнером нужно сработать один объект, второй, третий. С четвертого начинается прям вот такая хорошая коммуникация. Ну, с третьего будет. Ну да. Чтобы поссориться, нужна одна минута, чтобы настроить отношения всю жизнь. У меня вопрос к Сергею, как к технологу, он работал, получается, в КНАУФе, в Семилинке, ну вот этой фирме. Насколько эти вот две фирмы, да, материалы, они взаимосвязаны между собой? Потому что если мы говорим о какой-то рекламации, допустим, у каждого компании есть своя, как бы, техкарта, то есть своя грунтовка и все остальное. А когда мы начинаем их смешивать, допустим? Зачем? А? Ну, вот есть такие моменты, когда ты смешиваешь, берешь, допустим, грунтовку Тифенгрун, допустим, да, шпаклевку от Семилинка, допустим. Семин. Ну, Семин, да. Вот как на это вот вы смотрите? Я рекомендую, понимаете, если вы как бы, есть два типа гарантии, есть гарантия производителя, есть гарантия мастера. Я могу себе позволить, допустим, смешивать все, что угодно, даже материалы смешивать между собой, потому что я понимаю их не свойства. Если у вас стоит такой вопрос, да, как они себя ведут, не смешивайте ничего. То есть у вас, вот есть, допустим, линейка КНАУФ, работайте в линейке КНАУФ. Есть вещи, на которые, допустим, очень критично, да, не надо их менять местами. Вот. Отработали, допустим, какой-то этап, там материалы МИКНАУФ, допустим, стыки отработали, дальше переходите на Семин, например, да. Не надо брать одну часть оттуда, часть оттуда, часть оттуда. Вы просто потеряете гарантию. Я в свое время не один документ рекламационный подписал на возврат средств. И подписывал я только те, где была применена система. Где ее не было, они мне даже эти документы просто на подпись не попадали. Потому что это явное нарушение, как бы, ну, всех регламентов и все. Поэтому, ну, зачем просто? Если у вас нужды особой нет, там, понимаете, то есть, ну, вы в Москве, материалы все в доступе. Смысл какой? Мешать это все? Давайте еще, ребят, один вопросик, будем загругляться. Сергей. Да. Я тут. А я все, а, все. А как вы относитесь к материалу трака? Ну, началось. Нет. Просто неудобно. А с чем связан вопрос? Ну, мне просто интересно. Просто интересно, независимое мнение. Ну, вот в связи с чем интерес появился? Мы на нем работаем. Вот. А почему? Нравится. Ну, результат получается? Конечно. Ну, понимаете, вот... Ну, вопрос, как вы к нему относитесь? Хорошо. Мы не будем, наверное, это выставлять, да? Это просто мой независимый вопрос. Я вам объясню одну вещь. Понимаете? Когда меня спрашивают, как я отношусь к шпаклевкам или к краскам, это вопрос все равно, допустим, как ты относишься, там, не знаю, к картошке, к сырой. Вот как вы относитесь к сырой картошке? Ну, ешь готовить надо, правильно? Ешь готовить надо. А? Вот, понимаете, история такая, что мы, вот, допустим, малярка – это полуфабрикат. То есть мы, к нам приходят полуфабрикаты. Мы должны к ним что-то добавить, руки, знания, технологию производства работы, чтобы получить какой-то результат. То есть там человеческого фактора, там, ну, поболее чем 50%. Есть люди, которые, ну, работают в определенном алгоритме, они могут вытащить из совершенно там сумасшедших продуктов, да, которые я там, допустим, вообще не понимаю, кем работать. Они показывают, говорят, я вот так делаю. Я говорю, и как бы, ну, и как? Он говорит, ну, вот так, вот так, вот так. Я говорю, тебе прям, ну, не стремно? Вот эти все процессы повторять? Он говорит, нет. Ну, ты кайфуешь, да? Ну, деньги зарабатываешь, да? Ну, все. Результат есть, есть. Не отваливается, не отвалится. Результат получен, получен. Деньги есть, удовлетворение есть. Что еще желать, понимаете? Фишка в чем? Когда меня спрашивают, как ты относишься, каждый продукт подразумевает под собой определенную схему работы. Инструмент, технику работы и так далее. Если приложить правильно алгоритм, ну, хороший продукт. Неправильный, плохой продукт. Вот и все. Но есть одна вещь, которую я всегда обращаю внимание. Называется стабильность качества. В этом плане я очень хорошо отношусь к таким продуктам. Мне нравится Доногипс, мне нравится КНАУФ, мне нравится Тирака и так далее. То есть те, у кого качество от партии к партии, не летает. Потому что, если ты привык к этому продукту, ты открываешь первую банку, десятую, двадцатую, три года им работаешь, пять, и он стабильный. Я к нему привык, я каждую банку открываю, она одна и та же. Вот это я называю хорошим продуктом. Если у меня сегодня продукт поступали в шкале на сто и ста, а завтра он у меня пятьдесят и ста, я не буду ждать, когда он мне снова повезет, понимаете? То есть мне работать надо. Поэтому с этой точки зрения у меня как бы, ну, претензий вообще к продукту нет. А дальше уже кто из него что вытаскивает? Вот и все. Все? Сергей Николаевич, добрый вечер. Андрей, Рыбин Продакшн. Так вопрос, я вас знаю, вы жили на Востоке, вот, и что вы там для себя такого почерпнули, что привезли в Россию и начали тут реализовывать? Так вот у меня вопрос. Че ты как зашел-то глубоко, а? На Востоке жили. Готовился два часа. Давай так, на Дальнем Востоке начнем с этого, потому что Восток тут поближе есть один, вот, ближний называется. Я жил год в Японии. Знаете, что я оттуда почерпнул? Это интересно. Японцы, они красавчики в работе. Когда я приехал из Японии, я понял, что русские нихрена работать не хотят и не умеют. И, нет, знаете, вот, я вам сейчас объясню. Вот, когда я мыл посуду на подработке, я студентом был, да, я мыл посуду на подработке. Посуда должна хрустеть. Очень идеально. И она должна хрустеть вся, независимо от того, что у нас был шведский стол и 400 посадочных мест. И с 1 по 10 апреля в Японии каникулы. Единственный раз в году каникулы, 10 дней. И к нам приходили школьницы, поставим в чайм всего дня, они брали под каждое пирожное, вот такие тарелочки. И они пробовали от 5 до 10 пирожных. 400 мать, вашу человека. Понимаете, какой-то объем посуды, не понимаете? Это вот так вот, барную стойку пополам делите, там 4 куба. Вот это все приезжает вам раз в полтора часа. Я один. Посуда должна хрустеть. А помыть надо машинками или руками? Машинка. Но ты должен все равно основное как бы сбросить, да, вот это все, понимаешь, ванны чистить. У меня, когда я приехал с Японии, у меня между лопатками были мышцы, как горб, вкачаный. Тарелок, да? Да, просто ты поднимаешь их. Вот это движение, знаешь, вот. И ты как бы пашешь, 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 пашешь. И тут ты понимаешь, что как бы все, волна схлынула, да, девчонки разбежались, ты у них кайф вообще, когда эти каникулы закончатся, осталось 9 дней, боже мой. У тебя возникает 20 минут каких-то там перерыва, и тут шеф разворачивается и говорит, что стоишь? Ну как, в России, да, ну что не перекурить-то, да? Тебе шеф разворачивается, говорит, что стоишь? Возьми тряпку спиртиком, там стол протри, я не знаю, что ты стоишь-то? И ты как бы сначала так, ну как бы, мать вашу, что, отдохнуть нельзя, что ли? Нельзя. Представляете, присаживаться нельзя и даже облокачиваться нельзя. Тебе тут же найду, чем заняться. Лучше найди сам. Я это понял, на вторую неделю работаю. Лучше я найду, чем заняться сам. Когда ты в это втягиваешься, ты становишься, ну в какой-то степени трудоголиком, но ты начинаешь понимать кайф и ты понимаешь, какое КПД сумасшедшее ты можешь выдавать. И когда ты приезжаешь просто домой, это был у меня 2000 год, я приехал, я офигел, начиная с таможни и заканчивая продавщицей хлеба в магазине. Я понял, что у нас просто люди, как бы они, ну в тот момент, это был просто дичайшее, просто дичайшее. Саботаж всего и вся. Просто люди, вот мы не хотят работать, у нас вообще, мы расслабленно живем на самом деле. Если бы вы поработали в Японии, то это все, это трэш. Вот. И когда я приехал, я понял, что да, ты можешь жить как в Японии, но надо работать как в Японии. Нужно быть очень бережливым, нужно относиться, как бы, к продукту очень хорошо. Японцы, это мега вообще фанатики качества. Просто мега фанатики. Они бухают еще очень сильно, конечно. Вот. То есть, они чемпионы. Если вам кто-то расскажет, что русские пьют, нет, они не пьют. Мы дети. Поверьте. Сколько пьют японцы и как это вообще, не перепить. Так вот. Но при этом они пашут. И когда ты видишь, как обухожена, просто обихожена земля, на которой живут 120 миллионов человек, она размером просто с Приморский край, понимаете? Это, это капец. Это просто от уважения к труду. То есть, вот бордюрчик, он стоит, понимаете? То есть, все четко. Ничего не разваливается. Вот так вот не стоят они, понимаете, в парках. Все идеально вообще. То есть, и видно, что сделано с душой. Вот в этом плане они просто мега-мега люди, которые я, вот это отношение к труду, я его как бы впитал. Честно. То есть, вот качество. Качество, да? Порой они с ума сходят, конечно. Но, вот я бы хотел, чтобы в российском языке это называется добротность. Оно у нас вышло из обихода. Есть качество, есть еще что-то. А есть вот такое, знаете, добротность, чтобы вещь служила долго. Мы привыкли к одноразовой жизни. У нас жизнь стала одноразовой. Все разваливается. Мы делаем оно разваливаться. Делаем разваливаться. Просто, когда мы перешагнули вот этот Рубикон, 91-й год, это происходило, мне было 11 лет, и все, и люди потеряли ориентиры, и как бы, а зачем напрягаться, да, для кого, для чего, то есть мы потеряли ориентиры, и у нас вот эта культура качества, она потихоньку восстанавливается, но очень потихоньку. Ну как бы вот. И нас еще за это, как бы, допустим, ну порицают, что мы там раздуваем ожидания заказчиков. Здравствуйте, я Маша. Вы сказали, что у русских есть желание все саботировать. Что на ваш взгляд стоит делать с этим саботажем? Давайте я вам расскажу, почему я думаю, что так происходит. Первое. Русский человек, он готов вкладываться, в то, что ему важно. Мы не люди инструкции, мы не люди регламентов. Вот в этом плане, японцы, ты им задачу поставил, они делают. У них целей нет. Зачастую. У них нет, допустим, ты с ними когда выпьешь, они тебе не будут там за судьбой мира вообще разговор поддерживать. Русскому человеку нужна цель. Если русский человек цели не видит, он ничего делать не будет. В принципе, ну как, знаете, начинается прокастинация, как бы зачем, да, если в космос не летим, то нафига вообще все это, да, там. Ну вот заводы, да, допустим, когда вот, я помню этот период, когда начали, военная оборонка начала производить кастрюли. Я представляю, как сходили с ума инженеры. То есть те, кто вчера проектировал ракетные двигатели, а сегодня начинают выпускать кастрюли. Бред, да? Это все равно, что вот, допустим, сейчас вот, ну там, я не беру малярку, я беру там, допустим, грубимость, и ты завтра тебе скажешь, слушай, дружище, ну давай вот так, по-быстренькому, недорого, таких вот, сарайщиков нафигач, чтобы мы через год они стабильно развалились, как бы, да, и мы через год снова бюджет осваивали. Как тебе будет вообще внутри? Так вот, русский человек, он живет вот на этих ощущениях. То есть он должен понимать, значит, ему это должно нравиться, он должен понимать, зачем он это делает. Вот у нас очень сложно все. Вот у меня, допустим, сейчас вот ребята подбираются, неважно, допустим, ко мне приходят люди, они очень крутые технари. То есть я вижу, что он умеет, но он не вписывается в нашу команду. То есть один пункт, да, нравится, он не будет соблюден. Значит, в последнейшем меня ждет саботаж. Просто саботаж. То есть человеку не нравится, он будет, ну как бы, когда не по каеву ходить на работу, ты как бы, ну работать не будешь хорошо. То есть цель я вижу, он хочет стать мастером, у него все получается, все, но я не вижу, что он, ну как бы, хочет вписаться вот в наш коллектив, там, быть на одной волне со всеми. Да, уже один пункт не соблюден. Второй момент. Человек со всеми там, все, он заходит, все, он со всеми на одной волне, все. Работать не хочет. Цели не видит. Зачем качественно делать? Да и так сойдет. Тоже проблема. Я говорю, ищи себя дальше. Просто иди, ищи себя дальше. То есть у нас, понимаете, мы русские, нам очень важно заниматься своим делом. В своем смысле, не в смысле, что самому на себя работать. Это не важно на самом деле. Мне когда говорят люди, я сам на себя работаю, я говорю, ну да, 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 как бы ты сам, да, он говорит, да, я сам, ты сам, у тебя просто говорю, количество работодателей, говорю, меняется. Побольше, почаще. Вот и все. И что с этим делать? Человеку нужно, понимаешь, ему нужно определиться, что он по жизни вообще хочет делать. Вот что его. То есть если такой человек в команде у тебя попадается, который саботирует, то есть ты его просто вот, ну не берешь и все, ты не стараешься его понять никак. Нет. Понимаешь, у меня специализация как бы другая. Я не школа там, я не психотерапевт. Ну я понял, то есть лечить. То есть я ему говорю, куда ему идти. Искать себя дальше. И даю советы, куда ему не стоит лезть. Согласен, что у нас. Я вот то, что ты сказал по поводу, то, что нужна какая-то цель, да, и что люди не будут. Я вот просто вижу эти картины, даже вот в тот дом, который приезжал. Да и у меня такое сплошь и рядом. Я прихожу и смотрю, короче, чуваки смотрят тупо какой-то телек. Причем, ладно, они смотрят что-то интересное, они смотрят какую-то херню по центральному телевидению. Я даже не знаю, что это за передача, но явно какая-то херня. Я думаю, что вы тут делаете? короче. Да. А в этом доме жопа. Да. И они просто вот сидят и смотрят, короче. Причем они даже не завтракают, ничего. Мы там приехали, я не помню, там в районе 11 утра, что-то такое. То есть они просто вот, вот так. Да. Поэтому как бы у нас проблема в том, что мы пытаемся, знаете, ну это как? И по сути, они действительно саботируют. По-другому не назвать. Ну саботаж, деньги берут как бы и все, и тратят ресурсы и прочее. Просто у нас сейчас, знаете, ну как бы человеку говорят, вот как нас воспитывают, да? Это проблема всего общества вообще в принципе. Как нас воспитывают? Получи достойную профессию, там, получи то, получи то, потому что тебе там будет счастье, допустим. А кто сказал, что там будет счастье вообще? Кто? Мам, папа? Ну как бы я твоим родителям, то есть у меня было очень много споров, я им говорю, ну хорошо, покажите, расскажите. Ответственность возьмите за мою жизнь на себя. Вы выросли в другое время, вы выросли в другом месте, у вас были другие ресурсы, образование, где было востребовано, там, ваша специализация. Ваши там чаяния были полностью реализованы. У меня нет. То есть я пойду своим путем. Таких людей мало, упертых, допустим. Ну как я. Большинство, оно просто ломается и говорит, ну мне мам, папа сказала, друг, пионер-вожатый, я не знаю, сосед по лестничной площадке. И все, и люди идут просто, ну потому что за кем-то уйти проще. Сейчас вообще, знаете, я вам такую вещь скажу, сейчас очень много инфантильных людей в обществе. Все что-то ждут. Кто-то должен за нас решить наши проблемы. А это позиция, как бы, жертвы, ну изначально. Никогда не будет вот толку, да, такого человека в плане, то есть вы, ну как бы, если у вас такая позиция, что вам должны. Мне один человек сказал, говорит, если человек считает, что ему должны, он не должен заниматься бизнесом. Он пострадает. Потому что, ну, позиция другая совершенно. То есть если ты берешь за себя ответственность за свою жизнь, тебе никто ничего не должен. То есть ты должен думать, 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 наперед, наперед, наперед. В России сейчас просто вот растет следующее поколение, на них смотрю, на ребят, да, подрастающих, у них уже проблем вот этих инфантилов гораздо меньше. То есть они есть, конечно, там есть сейчас. Раньше были игровые, которые там в автоматы все просаживали. Сейчас уже игровые, это термин другой, это когда сидят там в виртуальной реальности, пацаны, и строят свои миры, там, и все. Я когда столкнулся с этим, я офигел, то есть, говорят, игровой. Он говорит, ты где-то осторожней с ним, он игровой. Я говорю, в смысле? Где он там играет? Он говорит, ну, он там назвали, я говорю, так у меня в голове, что он там монетки, там дергает, что-то там, да, там в онлайн-казино играет. Нет. Он даже там не в танчике, он какой-то мега-стратегии, где он уже там бог, короче. Он живет в виртуальном мире, понимаете, а здесь только деньги на электричество зарабатывают, чтобы счета коммунально оплачивать. И он даже в перерывах садится и играет в онлайн-стратегию. Вот это другая проблема наркомании 21 века. Вот. Но суть такая, что как бы сейчас вообще весь мир, вот я смотрю на это все, да, сейчас невозможно достичь успеха, найдя себе там, ну, такую-такую позицию. Вот. Ну, в советское время там все за всех думали. Просто все за всех думают. Там вот есть были люди, которые думали, что тебе делать, что тебе, что тебе. Система разрушилась, осталось наследие, где люди просто, ну, как бы, о них не заботятся, им не говорят, куда идти, и все плохо. Сейчас выживают только те, и успешные становятся только те, кто говорят, это да, это мой косяк. Вот и все. То есть, чем больше будет таких людей, тем меньше будет проблем с саботажем. Даже мастер, он говорит, вот если вам мастер на объекте говорит, ну, я не знаю, там, слушай, блин, материал плохой, там, вот там, монтажники плохие, там, еще что-то. Ну, не работайте с такими людьми. Качество у него не очень хорошее. У него все будут виноваты. И это с детства закладывается. К сожалению. Вот и все. В чем ваше, зачем? Очень глубокий вопрос, а можно развернуть его? Зачем? Зачем двигаться дальше так быстро, так усиленно, так хорошо, качественно? Зачем? Можно я начну? А по-другому не вариант. Я, в смысле, не вижу свою жизнь, чтобы, короче, вот на ничего не делать. Да ты с ума сойдешь просто. В смысле, зачем? Это даже не дело в чем, ни в каких-то финансовых благах, ни в каких-то, даже не в каких-то там, не знаю, семейных там ценностях, или там детях. Мы так устроены. Зачем? Это прям вообще супер внутри глубокий вопрос. По-другому жить мы не можем. Так жизнь устроена. Да, сто пудов. Зачем? Ну, это да, это как бы... Мне очень сложно это объяснить. То есть у меня это просто потребность. То есть я так устроен. Я вот сравнивал себя с компасом. То есть у меня стрелка, которая показывает на какой-то там север условный. И все. Я знаю, что если я этого не сделаю, я себе этого не прощу. Вот и все. То есть вся моя мотивация, она заключается в этом. То есть от того, что я там, допустим, что-то сделал, я получил кайф и так далее, я тут же разворачиваюсь, у меня следующая задача. То есть у меня внутри есть вот эта вот потребность обязательно это сделать. Не взирая на то, что мне вокруг кто говорит. Потому что я понимаю, что если я это не сделал, будет еще хуже. У меня вот тут пустота будет, мне будет плохо. Вот и все. Да. Спасибо. Все? Так, ребят, ну что, все, переходим к... Ты еще хочешь поговорить? Не-не-не, я говорю... Все, дальше просто мы общаемся. Дальше у нас стандартная программа. Кстати, спасибо всем, что пришли. Два с половиной часа, это было жестко. Было скучно, ребят? Точно нет? Ну ладно. Значит, повторим. Продолжение следует...